Приветствую. Приветствую. Смотрим Николая. Мне потом три раза объяснится. Николай, добрый вечер. Добрый вечер. Помощь, она всегда нужна, потому что один человек может исправить 5000 опечаток, поэтому рассказываю. Я сейчас покажу, что у меня творится на мониторе и пытайтесь понять, о чем я буду говорить. Итак, основной словарь, которым пользуются те, кто не знают немецкого языка, то есть все современные люди, пользуются, поэтому мы не видимся. Уже пробовали сами воспользоваться им? А, ну, конечно. Вот, видно. Значит, с какого-то момента, в 2014 году, я решил документировать опечатки на гитхабе. Гитхаб, конечно, создан не для этого, но, долго не рассуждая, у этого есть свои преимущества. Вот. Есть разные списки потенциальных ошибок. в частности, список из 100 ошибок, которые мы выдрали из 180 тысяч заголовочных слов путем выбора слов, которые оканчиваются на какую-либо букву, кроме А долгой и И долгой. То есть, повторяю, слова женского рода могут оканчиваться исключительно на А долгую и И долгую. То есть, если стоит пометка Ф, то есть, женский род, и там рядом, то есть, и слово заканчивается временем А краткую, то это опечатка. Опечатка могла быть в книге, могла быть в оцифровке. В данном случае здесь идет речь именно об ошибках в оцифровке. Вот. Так как, вот, видите, у меня на экране эти А и И, они вот, иногда, внутри скобок, они, как бы, ну, скажем так, теряются. Ну, для взгляда. То есть, тогда, когда, ну, как бы, словарь в печатном виде, он предельно сжат, да, то есть, если мы то же самое, ну, в оцифровке словарь, каждая статья, каждое, каждое значение начинается с новой строчки. Так? Понятно, чем я говорю, нет? Скалай, смотри, вот, например, вот, гона, видишь? Да. An ox. An ox, чего? Это первое значение. А меня слышно, кстати? Да-да, слышно, слышно. Да, я понял. Это первое значение. А второе значение какое? Kind of grass. A kind of grass, это второе значение. Значит, третье значение, можно предположить, что это a car. Но уже не в санскрите, а в прокрите. Но в женском роде, F-точка, да, и заканчивается уже не гона, а гони. То есть, это и в скобках означает, что вот это окончание. То есть, гона, это an ox, гона, это a kind of grass, гони, а ка. Но на прокрите. Да, но на прокрите. То есть, в данном случае ошибка, значит, там даже целые две ошибки. Да, получается, есть один женский род, у этого слова есть один женский род на a, другой женский род на i. Понятно, да? Да. На чем основана моя правка, понятно? Ну, а какой был a, то есть, изначально... Изначально в компьютере было указано, что слова женского рода оканчиваются на a краткую, чего быть не может в принципе. Да. Именно на этом и был основан этот самый запрос, который использовал регулярное выражение. И собрал вот все, где идут слова, оканчивающиеся на a краткую, запятая, f. Ну, то есть, понятно, да? То есть, неопрежденная сцепка. Так, еще раз сначала. То есть, у вас была... То есть, а когда был... Кем был оцифрован словарь изначально? То есть, кто его оцифровал? Словарь был оцифрован 20 лет тому назад индусами, в частности. То есть, и у нас, как бы, есть этот словарь в цифровом виде, то есть, в виде какого-то... Где-то он хранится. Да. Потом... Есть XML-ный файл, который в течение 20 лет правился. То есть, сейчас вы запустили регулярку, ну, какую-то, да? То есть, программно выбрали кучу слов, которые не совпадают по женскому роду, то есть, они оканчивают... Не совпадают по грамматическим требованиям женских... Ну, да, то есть, там, я думаю, не только женский род, там, и еще какие-нибудь. Да, ну, неважно, я упрощаю, да. То есть, есть большой список этих... Нет, небольшой. Этот список всего 83 слова осталось. Есть разные большие списки. Это маленький список. 83 слова – это не список. Это, так, семечки. Но я как раз хочу, чтобы вы, Насимыч, как и учились пользоваться словарями заодно. Так, а как посмотреть оставшиеся слова в этом списке, как бы, да? Хорошо. А можно вопрос еще по-прежнему, поэтому все-таки... Посмотрите, то есть, вот то, что я вижу на экране, вот этот вот... Это кусок скриншота. Это кусок скриншота. Собственно, где тут ошибка-то? А в книге, Николай, собственно, ошибки нет, о чем я тебе и говорю. Она есть в оцифровке. Сейчас я... По телефону отвечу, ребят, сейчас вернусь. Второй перевод – «А» долгая, и «И» долгая – третий перевод. В чем тогда ошибка, где она? Ошибки в книге нет, Николай. То есть, есть книжка, есть ее скан, да, вот это, что мы видим. Где ошибка? Да, да, да. В скане. Где в скане ошибка? Алло, да, привет. Ну, не в скане ошибка, а в оцифровке ошибка. Пожди, можешь мне показать, где ошибка? Не, я дома уже. Николай, ошибка в оцифровке. Оцифровка? Что такое оцифровка, понимаешь? Ну, то есть, то, что кто-то набрал руками, да? Ну, там, или руками, или кто-то. Ну, грубо говоря, Аби Файн Ридером пользовался. Куда? Куда? Знаешь, что получается после... То есть, он что-то... А, ладно, хорошо. Видимо, когда, все, я понял, то есть, видимо, когда Саткана, ну, там, к каким-то правым средствам, ну, грубо говоря, силой рекорд, да? Да, 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 да. Там, допустим, для индексирования, да? То что-то полетело, да? Хорошо. А где тогда эти вот неправильные... Так, сейчас я вернулся. То есть, правильно ли я понимаю, мы открываем этот веб-морду? Мы открываем этот кусок XML-файла, и оттуда берем заголовочные слова, копируем их в форму поиска, запускаем поиск. Сейчас я проделаю на примере одного слова. То есть, ошибку мы можем увидеть в веб-морде, забив туда гона, да? То есть, как... Ну, да, например, сейчас уже, хотя мы им уже исправляли, не знаю, честно, насчет гона не скажу. Это старые, просто уже мои соммиты, они им уже... Они могут быть уже исправлены. Нет, нет, они неисправлены. Если раз не написано, что они исправлены. Да, нет, фикс, значит, еще неисправлены. Ну, сейчас на примере, значит... Итак, заходим на морду Куэльнского сайта. Мония Вильямш... А можете ссылочку в чате скайповский, пожалуйста, а то я сейчас долго буду искать. Да, конечно. Принял. Так. Так, значит, выдели я вам составил указатель того, что из себя представляет три представленные способа транслитерации. Николай, видел? Сейчас, я пока еще... Сейчас. Вы еще недавно скинули это куда-то в... В гитхабе. В гитхабе вы еще... В гитхабе тоже, да, да, да. Еще раз, что я еще сейчас... Ну, так, сейчас. Открываем. Ну, сейчас я найду Киану. Открываем ссылку, которую я клюнул. Ну, да, это Монир Вильямш. Это Монир Вильямш, да. Способы транслитерации, Николай, ты видел, как можно по-разному записать Деванагари? Вот это. А, ну, в целом, да. Видел, не видел? Да, да, это в целом. Ну, пускай будет, конечно же. Ну, значит, по умолчанию здесь стоит SLP. Можете выбрать Харвард Киоту. Киоту, Харвард, да. Вот, и попробуйте сейчас, не зная, как правильно писать, пишет это слово, вот видите туда первое слово, значит, ГОНА. Николай, повторите, вот... То есть на Киоту, да? Ну, Киоту это универсальный метод в интернете, а SLP1 на самом деле используется исключительно на этом сайте. А Киоту это HK, да, помеченное? Правильно? Ну, вот я набрал ГОНА, я нашел три значения. Так, ГОНА. Как интересно. ГОНА, да, три значения. При этом, видите, получается второе значение по хейдерам, видите? Сейчас, и КАНДОФ ГРАЗ там должно быть, да? Нету. Ну да, а КАНДОФ ГРАЗ же нету. Такое вообще, ПАН, КАС, КАШ? Это источники. ПАННИ, это источник. КАШ, это КАШИКА, это источники. Есть только источники? ПИКНИКИ на них. А, это список, как бы. Ни хрена себе. Это список источников. То есть, есть только РОД и... И разная мета-информация, но сам перевод похерен. Ну, потеря перевода для нас сейчас не имеет значения, потому что тут таких проблем очень много. А для нас имеет значение, чтобы заголовочное слово ГОНА под номером 67803 имело правильное окончание. Видите, Л-номер. Это ID в базе данных. У каждого слова есть свой условный номер. Его в книге нет. И, значит, под объединяющим заголовочным словом ГОНА есть три подпункта. Есть слово мужского рода и два женского рода. Значит, есть 0,3 женского и 0,4 женского. 0,3 мы путем сопоставления устанавливаем, что это и есть наша трава. Предположительно, потому что там идет ссылка на Панине, на четвертую книгу, первую главу, 42, так сказать, стих. И мы смотрим, что в оцифровке ни хера похожего, значит, лучшего кандидата мы не имеем, поэтому... Ну, короче, оцифровка не соответствует. Как вы уже видите. Потому что, видите, на самом деле, что здесь... Второй пункт, это в скане, видите, где он находится? After numerals. А, да. А, то есть он как бы не к этому относится? Он вообще... На самом деле, он относится не к этому, если уж так честно. А он к чему вообще относится-то? А где это вот... Я просто понять не могу, где вот эта вот самая неправильная цифровка? Я ее не вижу. Ну, вот смотри, H1B, вот эта вторая строчка, как бы, в веб-морде, да? Ну... Там нету, собственно, текста «A kind of grass», который есть в скане. Так. Там вообще ни хрена нету. То есть тут... А то, что это... Ну, что она неодолго, это тоже ошибка? Это тоже ошибка, потому что здесь, получается, должно было быть написано не «Gona», а уже «Gona» и «Goni». И перевод, получается, второй, здесь вообще подтянут из-за... Ну, короче, в книге... Посмотрите, сколько переводов. Ox, grass, cough, measure, torn, ragged, closes. То есть сколько? Один, два, три. Еще мешок. A sec. Значит, один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть переводов под этим... Словом. Словом, да. Место трех. Вот. Что такое цифровка? Задача стоит ли... Задача, в принципе, стоит таким образом, что если есть возможность... По-хорошему, надо восстанавливать вообще и саму статью, то есть как бы шесть. Иметь шесть значений. То есть есть общий XML-ный файл, я в таких случаях делаю как? Вот тут беру какой-нибудь отрезок, который я предполагаю, что он уникальный. Например, torn or ragged closes. Ну, это дано, так, это неплохой пример. A measure of four. A measure of four, например, да? В этой статье потерялось, так? В процифровке. Я вещу в общем XML-ном файле есть, нет. Если нет, то по-хорошему, когда есть время, я восстанавливаю просто потерянные статьи. А по-плохому, когда решаю маленькую задачу, просто, ну, как я и написал, что 0,3, он должен быть A долгим. Хотя, на самом деле, 0,3, если судить по... Это вообще другое слово. По грамматике. По... По оцифровке. А гона маленький... По оцифровке, по оцифровке. Вот гона с маленькой A, он должен находить все вот эти вот, включая гони и гона... Смотри, рассказываю. Значит, да, с маленькой он должен находить и A, и E. Почему? Потому что так уж устроен словар Мони Филимса, что он женский род использует как подвиды. То есть, смотрите, если ты будешь искать гони, он тоже должен находить, потому что он компьютер и умный. Но, когда ты ищешь гона, он тоже должен показывать и долго, потому что в бумажной книге это было под статьей. Николай, ты что-то понимаешь? Ваш реквест на изменения, или как в этом? Касается именно того, что мне надо... Чтобы же... Мне надо получить... У нас есть 400-300 тысяч слов из разных словарей. В них есть опечатки. В частности, не все слова женского рода я сгенерировал правильно. Потому что во время оцифровки вот случился, значит, такие вот заведомо ошибки. То есть, у меня, на самом деле, будет еще на 80 слов больше, чем сейчас. Понятно? Допустим, вот мы читаем реквест, что 803, да? Ну, 67803 надо сделать гона, как бы с длинной а. А, там же есть какая-то внутренняя связь, что гона маленькая будет связана с 803 все равно. Конечно, потому что... Да-да-да, это связь есть. Ну, да-да-да. Она прописана уже, да. А что-то вы тут дальше пишете автоматик или generated for the XML list? Просто у вас тут такие переписки, просто немножко страшно прям становится. Переписка сейчас не столь важна, важно досубмитить скриншоты. Итак, сейчас я... Надо найти... А можете эту ссылку на пасти? Сейчас мне надо найти ссылку на пасти, чтобы я сам ее открыл и показал вам на примере, как засубмитить новую ошибку. А, сейчас. На пасти. Ага. Ну, сайт, где выкладывается код. Сейчас, не, я нашел уже, я нашел. Сейчас открыл. Только надо мне, чтобы не в хроме, а в Firefox. И нам сразу тоже тогда то, чтобы... А, или я кидал, я кидал сюда. Ага, есть. А, сейчас я вот сюда. Вот. Итак, открываем пасти. Открываем пасти. Ну, давай, не тупи. Открыли пасти. Итак, это кусок XML-ного файла. Николай, приходилось когда-нибудь программировать? Ну, вот, значит, открывающий тег, закрывающий тег. Смысл у XML-а это умный HTML, грубо говоря. Значит, первые ключевые слова... Значит, ключевые слова содержатся внутри KeyOne. KeyOne. Какое первое KeyOne на этой, на пасты и странице, Николай? У меня ссылочка тоже не открывается. Там, там у нас, да, веб-сайт is down. Открывается? А, ну, хорошо. Слушай, вот если там нажать на Live Version, то он переключает. Вверху справа, там есть кнопочка зеленая. А, вот. Что-то там Live есть? Да, 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 нашел, нашел, да. А, Jumbo, да. Вот есть у нас Jumbo. Угу. То есть мы открываем MoneyWilliams Basic. Вставляем Jumbo. То есть это Jumbo. Ха, на самом деле. Угу. Я уже немножко... Ни хрена... Jumbo, да. Jumbo. Сразу. Да, да. Вот, опускаем. Значит, Николай, ввел Jumbo? Так, ищем слово. Нашел слово женского рода здесь? Да, есть два слова женского рода. Два слова женского рода. Так, при этом ключевое слово... Значит, вы можете сделать output не Devanagra и Unicode, а можете выбрать, например, Roman Unicode. Нажмите еще раз Search. А у меня уже Roman. И я сказал Roman Unicode. Тогда не будет Devanagra. Да, у нас тоже. Так, а где тут F-то? Че-то я отстающий. Ясно. А, вот, нашел. Of a goddess Kalaak. Kalaš. Он два F. Ну, одна на I заканчивается. Подожди, подожди. F там внизу две штуки. Да, а не надо? А, все, я понял. Пардон. Подожди, подожди. Ты уже книгу открыл? А, я еще книгу не открыл. Нет, книгу хорошо. Нет, книгу надо открыть. Правильно. Итак, открываем ссылку 412, открывается книга. Так. Значит, там сказано, что слово это в первой колонке. 412,1. Значит, первая колонка. Все, нашли. Так. Николай, нашел? Да. И так, ищем, значит, где первая F-ка встречается в тексте. В печатном тексте. В том есть там... Судя по тому, что в скане это в конце, значит, начинаем искать с конца. А я нашел какую-то проблему. Да, да, и вот я хотел спросить. На самом деле, видите, там дано не F-точка, а CF-точка. А CF это означает сравни. А, ну так, если тут... То есть, это вообще не о женском роде. А, ошибка распознавания, скорее. То есть, у нас мы что имеем? Мы имеем... А-а-а, то есть, он как бы F взял от предыдущей статьи про полгода. Да, 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 да. Он неправильно расклеил. То есть, на самом деле, есть слово на А-долгую, то есть, джамбха, но оно означает opening of the mouth. Н большой, это name, да? Name of a goddess. Но ни одного из этих... Да, name... Да, 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 да. То есть, есть на самом деле и на А-долгую, и на И-долгую, только не то, что дано здесь. Понятно, да? Нет, это не странно, это нормально. Это называется... Нету кода без... Как это? Это нормально. Когда ты имеешь дело с таким количеством словарных статей, с типографической точки зрения, это наиболее изощренный словарь, пожалуй, в мире. Да, потому что количество страниц, ну, как бы здесь сжато нереально. То есть, это сейчас уже четырехтомник или сжатый четырехтомник. А, все, понял. В смысле, объем в четыре раза больше. Нет, ну, сжатым ведь это однотонник. Так, а как же это все? Да, то есть, то, что он здесь сделал, это просто гениально. Как поступить? Ну, по-хорошему, здесь надо, значит, не просто там А изменить на А, а берем, значит, что? Берем кусок... Берем кусок... Я делаю как обычно? Да, неважно. Я пользуюсь текстовым редактором, называется M-Editor. Не знаю, каким вы пользуетесь, непринципиально. Марк, вы же это записываете, да, сейчас? Николай, есть у тебя текстовый редактор? Да, да, я все всегда записываю. Обычным блокнотом. Николай, ты каким текстовым редактором пользуешься? Мы суборд не читаем. Нет, блокноты... Не пойдет блокнот, значит, я советую тогда или Edit+, или Notepad++, или вот я сам пользуюсь M-Editor, М-Editor, потому что под него я написал разные конверторы для Deonaga, и разные стороны. Вот, то есть, значит, надо будет скачать продвинутый текстовый редактор, и в нем что я делаю? Что я делаю, значит, берем... Ну, что можно сделать? Так, ба-ба-ба... Сейчас я найду... Значит, что берем? Берем... Выходим на морду сайта, кайонского сайта. Опускаемся, значит, мы не видим, что он получается 1, 2, 3, 4... Пятый снизу в первом разделе... А, ни хрена себе! Нажимаем на ссылку D, Download... И тут есть... Господи, нифига себе, жесть! Монер XM1, с любой словарой в любом разрезе можно скачать. А, с блокнотом проблема, он файл даже в 12 мегабайт не откроет, то есть... А тут 70, да, то есть сжатый 12, а уж разжатый будет в жопу вообще. А тут 70, поэтому... А под... Под какой у вас конвертер написано? Не, не конвертер, текст. Профессиональная лексика. Да, текст разве, да. В смысле? Нет, я напишу, Николай, я кину ссылку, сейчас я найду, сочиню все. Загрузки. Я сразу кину, чтобы не забуду. Так, эм... Вот, mvheader и... А, moni, собственно, собственно, moni, да? А который самый большой файл? Так, сейчас я... Плюс-плюс накачу. Емэдитер это тоже? Кино, кино я тебе сейчас сразу не могу его найти. Да, эмэдитер это альтернативный текстовый редактор. Просто так как работы с текстом предстоит много, то советую. Эмэдитер чем-то хорош, потому что под него пишут разные конвертера. Есть библиотека джемоскопных макросов. Макросов. Рар, по-моему. Так, итак. Скачать moni, moni, xml, zip. А, да, у меня у меня венража про... Все-все-все-все. Да-да-да-да. Эмэ... Мы сейчас все-таки гемэдитер или ноутпад плюс вставим? Вы сейчас показываете в ноутпаде плюс, да? А, не принципиально. Если у тебя нет ничего, то проще поставить... Ну, не знаю, как... С чем тебе... Ну, я показываю сейчас в ноутпаде плюс, да, также могу показать... Как бы сам пользуюсь мэдитером, потому что... Потому что там есть разные прибамбасы, которые я сделал для работы с текстом санскритским. Вот, например, ноутпад плюс плюс у меня подвисает при этом объеме файлов. Потому что у меня 32 рама. Я думаю, что может там не в раму играть. Это идея пользоваться... 32 рама. А, ну, в специфике файла... А, я понял. Там же получается весь xml внутри одного тега. Сейчас, 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 сейчас. Понял? То есть, вот, hc3-тег это номер, собственно, айдишник, наверное, статьи, да? Я не хочу в баню. А, или нет. Или нет. Или да. Вот, ам-эдитер у меня никогда на такой не ругается. Все, он открылся. Значит, h1 это заголовок первого уровня... То есть, собственно, мы чистим заголовки первого уровня. h1, например, а это тот заголовок первого уровня. Есть определенная система, в которой записывается вот эта вот сама статья, да? Так, надо бы найти года или что-нибудь, что мы проходили. Да, передается специфика статьи. То есть, вот эта буква L большое равно... Оно соответствует, наверное, вот hc3, да? Нет, нет. Не оно. Ну, там есть тег такой, hc3, и там какая-то циферка. Ну, сейчас. Сейчас я... Я прошу прощения, у меня все медленно делается. И я сейчас поставил нот под плюс и скачал манеры xml. Что мы делаем дальше? Ну, сейчас, подожди, я надо понять, что Алексей понял, что не понял. Значит, нам надо найти в этом большом файле, где находится этот джамбо. А, для этого я беру какой-нибудь, например, суть. Я вот про это и говорю, собственно. А, берем L номер. Это будет самое надежное, да. 77193. А, это тег L называется. Да, нашелся. А что такое hc3 тогда, я не понял? Вот там в самом начале каждой статьи есть вот h2, допустим, h hc3. И там какая-то трехзначный символ. Ну... А, понятно. То есть, какие-то детали там. Ну, разновидность под заголовка. Значит, слэш это ударение. Значит, ударение стоит на A. Чего-чего? Какая-то что-то? Lex type ing означает, что это статья достанна из другой. Понятно? Ну, ing. Это значит, это не отдельная статья. Не отдельная словарная статья, а как бы вынутая из другой статьи. Итак, F это значит, что женский род. Так, сейчас надо понять что-то. Суджамба. And unterjambra. Суджамба and unterjambra. Проверяем по скану. Это правда или неправда? Суджамба и unterjambra. А нифига, это неправда, потому что... Нет, в файле. Это просто раздел cf, то есть сравни. Нет, по ELU я нашел, как бы, на джамба ссылка. А суджамба это где? В файле, собственно, есть тот... Я поэтому ELU искал. Сейчас же, секунду. Ну. А где суд, суд... Суджамба. А выделите, выделите суджамбу. А, господи, это можно. Ко всему вот этому... Да вот, вот. Но ELU, он же относится к... А, нашел. Это последний в джамбе. У меня тут сокращенность... Перенос строкеи. Ты можешь выключить перенос строкеи, и тогда увидишь... Блин, разметка, конечно, чтобы легла с ее руками читать. Суджамба. Нормально, нормально. Нас разметка в целом не интересует. Нас интересует то, что здесь неправильно помечено. Значит, как бы я пошел. То есть я бы скопировал всю эту строчку. Я перезвоню. Нет. Именно разновидность джамбхи. Не все джамбхи, а эту джамбху строчку. Переношу в новый файл. И копирую его два раза. Сверху и под ним. Сверху до, снизу будет после. И вместо F пропишу CF. Потому что на самом деле и в книге там дано... Значит, и это уже будет не лекс, потому что это уже не грамматическая метка рода, а указание на то, что можно сравнить с другой статьей. Я не знаю, оборачивается ли не в какой-то текст, но просто уберу от греха подальше. Если что, можно восстановить. То есть сверху до, снизу после. Что я делаю? Захожу. Ну, пока да. Значит, мне понравилось в винде... Алексей, ты же без винды, да? Да. Значит, мне понравилось, что в винде есть это самое... Сниппи-тул, то есть легко делать скриншоты. Я раньше делал отдельные программы, но так дольше получается. И выделяю то, что нас должно интересовать, то есть все, что идет до... Джамба-кунда. А, и Л у него тоже отдельный. Потому что Джамба-кунда, это уже сложное слово будет. Это отдельная песня, отдельная словарная статья. Л отдельный тоже. А, у Суджамбы-то тоже. Л вообще у каждого значение отдельное. Не просто у каждого заголовка отдельный Л, а у каждого перевода свой отдельный. Джамба-кунда. Джамба-кунда. Какой-то другой. Да. Итак, я сделал скриншот статьи Джамба-кунда. Сохраняю. Ну, в каком-то месте, где не потеряете. Да и стоп, это плохое место, но... Хорошо. Джамба-кунда. Сохранили. Теперь я захожу в гитхабовскую ветку, которая посвящена изменениям, которые связаны с женским родом. И делаю что? Копирую из своего текстового редактора в поле сабмита вот эти две строчки. Для того, чтобы они не превратились в кашу, я добавляю определенную разметку самого гитхаба, которая заключается в трехкратном... Сейчас. Слева от единички на клавиатуре есть кнопка. Вот три раза нажимаете ее и получаете вот такую вот... А это вообще, Валь, вы правильно все сделали? Сейчас. Над и под. Не-не-не, я имел в виду фактическую нашу задачу. Да. Сейчас проверим. Превью, да, так как вполне. Так, а что мы сейчас... Мы сейчас исправили что? Это еще не вся задача. Я просто показываю один пример, вот это конкретно есть одна ошибка. А, F, 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 F. Да. Садмит будем жила, да. На esink. На esink. Вот в чем мы говорим. Да, да. Так, и я могу увидеть на гитхабе. Да, у меня новый комментарий frames... Чтобы больше словарь не ходил и не искал. Понятно? Да, ну и над этим всем нужно добавить пояснение, чтобы другие не думали. Я пишу обоснование. Как бы можно пойти более простым путем, что вы как бы смотрите только эфы, то есть я когда смотрю, я смотрю по-разному, когда есть время, я правлю весь словарь, когда нет, я правлю только то, что меня интересует в конкретный момент. Значит фишка, тут одновременно два направления получается. Одно направление, мы обнаружили, что женский род применен к тегу, ну как сказать, в этом словаре, это не словарь, это энциклопедия. В нем напихано нереально много информации. В конце словарной статьи приведено, с чем это слово можно сравнить. ЦФ, конфер, сравни. Вот, то есть в конце словарной статьи дано А, И, И сравни. Так вот, А и И значения из словаря потерялись. То есть ЦФ это последняя часть словарной статьи. Потому что здесь одновременно две вещи надо понять. Ага. Это последняя часть словарной статьи. А, я понял. На самом деле она нам вообще не нужна, поэтому мы сейчас сделали садмин, чтобы ее вынули из женского рода. Она к женскому роду не имеет отношения. А, ага. А, А, И, И это что? И это... Да, мы его... Нет, мы его должны видеть. Мы должны его в конце словарной статьи. Как в конце. Сейчас полная неразбериха. Это конец женского рода. Да. То есть как построена эта самая программа интерпетатор? Она смотрит. Не ЦФ как что-то значимое. Для него это просто тег. И не было закрывающего тега, значит, ЦФ тоже женский. Понятно? Ага. Для него... Да. Для него ЦФ... Он вообще его воспринял просто как... В общем, я не могу сказать, на каком этапе. Я могу лишь предполагать. Но по факту ЦФ к женскому роду не имеет никакого отношения. Этот словар, он как бы... Ему надо уметь читать. О чем я хочу сказать? Здесь не все очевидно. Точка с запятой, разделитель разных значений. Но и разделитель грамматических категорий. И разделов словарной статьи. Потому что один раздел, это переводы. Разные переводы. Другой раздел... Мой не был очень трудолюбивый. Заголовочные слова можно сгенерировать на основе. Другой раздел, с какими словами можно сравнить это слово. Охренеть. А, его нет оцифрованного? А. Очень. А, он тоже на сайте Кёльна есть. Он сделал два словаря за свою жизнь. Плюс еще англо-санскринский. Ой, блин. Есть, почему? В другой... Судя по... Помолчи. У меня есть вопросы, которые... Есть, которые я не понимаю. Николай, мозг закипел? Первый, откуда берется изначально самый первый XML, откуда мы взяли с джампом. Начинаешь понимать. Давай. Давай. Нет, я не про то, что мы скачивали. А тот, который нам давали ссылку, откуда мы взяли патч, например, с джампом. Первый XML, 20 тому назад немецкий профессор воссоздавал в мире. Нет, я не... В смысле, файл с необходимыми правками. Сейчас я скину вам. Я бы взял из общего файла отдельные кусочки. Из общего какого? Из общего, который мой не жал. Так, хорошо. Допустим, тогда второй... Я в пасте вырвал кусочки из общего файла. Так, вы его... То есть, смотрите, ну вы... Из общего файла, который сейчас на компьютере. На пасте. На пасте. Это... Здесь каждое слово... Сейчас, я просто пытаюсь менять. Вы просто берете какие-то куски из XML и проверяете их или что? То есть, тот, который кусок XML в пасте, это просто некий кусок взятый рандомно или он как-то скрутирует? Да, я проверяю на разные... Используя разные алгоритмы. С каким? Нет, не рандомно. Нет, нет, нет. Нет. Он взят с умыслом. Я все равно не понял. Ну, хорошо. Что в санскрите не могут быть слова женского рода, оканчивающиеся на какую-либо букву, кроме А долго и долго. Я понял, что вы говорите про женский род. Я про другой говорю. Я не понял, каким образом был вами скомпилирован и подготовлен. А, ну, смотри. Санскрите не может быть слова. Процедура такая, то есть... ...женского рода. Понятно? Чисто технически. Как вы сделали этот файлик? Берется большой XML money, да, вот целиком словарь, и на него натравливается скрипт, который ищет все слова, помеченные женским родом и оканчивающиеся не на гласную. То есть он берет, проходит... Ну, не на нужную нам гласную, да. Он берется, проходят все вот эти K1, допустим, и ищется, значит, ага. Хорошо. Я понял, это уже дело скриптов, программирование, это уже не столь важно. Не на нужную нам гласную. Слушай, допустим, у нас есть вводный файл, да, вот этот, сделанный там как-то скриптами, вытащенный, скомпилированный в итоге. То есть дальше идет работа, то есть мы берем слово Jumbo, да, и уже лезем, ну, как бы, либо здесь смотрим, либо можно опять же там залезть, ну, то есть можно и здесь посмотреть. Хорошо, то, что вы там показывали на примере, то есть то, что вы там разбирали сейчас для примера на примере XML, я ничего не понял. Мы лезем в веб-интерфейс, а потом открываем книгу. Да, конечно, я в книге вижу, что там, в книге, там есть адовый файл. В книге, ты можешь понять, что в книге происходит? Там есть несколько значений разных, в том числе и другие. А, значит, хорошо, а теперь слушай мои вопросы. Значит, джамбха, согласно книге, имеет какое значение? Джамбха. Нет, джамбха, я не говорю джамбха, я говорю джамбха. Активание рта, что ли? Имеет какое значение, согласно книге? Нет, не вижу. Хорошо, Ленин, но я все равно должен понимать, что творится в XML. Ты в оцифровке этот перевод видишь? Нет, нет. И я не вижу. Значит, это что? Я не понимаю то, что это описано в XML вообще. Ошибка. Мы ее можем исправить? Вы тогда это сейчас разбирали. Если можно просто сказать, что проверяйте слово джамбхой. Значит, понимаешь, что творится? Вот творится опечатка. Что творится? Как? Я не понимаю, что ты не понимаешь. Сделают за нас работу. Ты не должен это понимать. Тебе не надо это понимать. Я не про это. Я не про это. Вы сейчас там что-то разбирали. Нет, не надо говорить никому, проверяйте слово. Николай, нету волшебных эльфов, которые… Я пытался показать всю историю. Возможно, тебе это слишком тяжело, поэтому не грузись этим. Не грузись. Задача… Задача исправить. Итак, opening of the mouse потеряно в оцифровке. Я его тут не вижу. Итак, значит, мы берем… Последнее значение, которое сохранено, какое? Перед opening of the mouse? Apart portion. Apart portion. Так. Значит, 0,5, видишь, Николай, в оцифровке. Apart portion, 0,5, это соответствует книге, так? А вот уже 0,8 книга не соответствует, так? Значит, мы берем и копируем себе в текстовый редактор, например… Скопировали, так? Скопировали. Итак, значит, можем здесь убрать лишнюю информацию, например, номер страницы нам не нужен. В смысле, это не… Важно одно. L важно. Понятно? Лишнее можем убрать. Итак, джамха. Якобы, значит, fcf. fcf, так? Мы можем, опять же, лишнее убрать. Нам это q, топор, сигма… Нам это не важно. Это мы не будем менять. fcf. Было до… Хорошо. Тогда нужно понять, как строится структура Moni-Vilness. То есть, получается… Не знаю, как это назвать. И ставим… Убираем f. Не может быть f. Не может быть f. Понятно? Но убираем… Сколько там есть просто cf? Понятно? Понятно? То есть, получается, здесь надо делать еще одно… Как сказать… Еще… Еще один объект… Джамха f… А я это вот по честь причин принесловия… А вот… Открытие рта, допустим, да? Будет там… Ну, тогда… Ну, хорошо. Тогда… Знаете… У нас есть запись 205-я, да? Есть запись 208-я, 209-я и даже там какая-то 316-я. То, что мы сейчас делаем, это уже более глобальный вопрос. Здесь несколько объектов… Мы сейчас выкладываем, что есть ошибка. Ее кто-то будет там как-то исправлять или что? То есть, какой у нас будет конечный результат? На сайте. Это вот… Понятно. А кто… А кто… Аппрувер? Кто это вообще… А… То есть, он смотрит все присланные вот эти правки? Ошибки в словаре. Да. Окей. Ну, что, может попробуем тогда… Как… Как добавить… Как добавить туда вот… Аппрувер «Математик» из штата Пенсильвания. Аппрувер «Математик»… Да… 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 Да, да, да. Давайте попробуем. На самом деле… Я, честно говоря… О, да, да, да. Тоже хотел спросить… Где собственно… Попробуем поступить… Попробуем поступить… Как угодно… А там разберемся… Правильно или неправильно… Итак… Потому что… Совершенно вот… Сказать, что я знаю от и до… Я не могу… Потому что здесь на самом деле запутанный случай… Во-первых… Потому что я не знаю… Куда подевался L шестой и седьмой… Вот… Этого я не знаю… Потому что это мне интересно… Попробуем, например… Найти хорошо… Джам Ха… Может быть… Джам Ха… А долгая… То есть она есть… Но внутри статьи не показывают… Но есть как отдельная… Вот у нас шестой… Видите… Все не так грустно… А может это тоже как-то надо закоммитить… Все не так плохо… Здесь, в самом деле, проблема лишь в том… Что нам нужно снять ложную разметку… Собственно, что мы и сделали уже… Оно уже вынесено как отдельная статья… Да… Да… Хотя… Согласна тому, что я знал об этом… Она должна была быть там… Это отдельный вопрос… Ладно… Ну… Это… Это… Ладно… Это я спрошу… Это сейчас не надо… Не тратить на это время… В общем, она есть как отдельная статья… Джам Ха… Отлично… Она женского рода… Ф… И заканчивается на долгую… Все… Ну-ка, большая… У меня к ней вопросов нет… Как звучит… Джам Хи… Ну вот… Вот… Name of Godess… У Джам Хи есть… Все… Отлично… Вопросов нет… Это… К… Или Кэ… Name of Godess… Охренеть… К большая… А… То есть там это просто заглавную букву… Да… Коллоч… Просто… Жесть… Так… Ладно… А… Нет… Алексей… Здесь… Должен тебя разочаровать… Здесь смесь разных кодировок… Ну круто… Здесь современно используются три кодировки… Так… Николай… Да… Я это понимаю… Я другие вещи понимаю… Но я не могу… То что мы сделали… Этого оказалось достаточно… А к девятому… А к девятому… Мы убрали… Не… 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 Не написали что там… Мы убрали… Ненужную разметку… То есть на самом деле… Ни к восьмому… Ни к девятому… Женский род отношения не имеет… Понятно? Или непонятно, Николай? Угу… А… Сейчас я посмотрю… Я залогинен… Так… Вот это что… Edit… Я могу… Edit даже… Почему я могу… На самом деле мы заметили только одну ошибку… На самом деле там две ошибки… Охренеть… Так… Так… Что… Что мы будем… Что мы будем писать? У вас есть возможность… Есть этот коммент… Мой коммент? Да… Потому что… У тебя права оунера… То… А есть ли какое-то предпочтение… Что делать лучше… XML или… Надо… Значит… Написать… Видишь… У нас… Значит… Какой тут… А… Окей… Но в принципе… Это тоже… Нормально… 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 А не задокументирован… Ноль восьмой… Значит… Надо взять… И скопировать… Скопировать… Просто с… Веб-интерфейса… Можешь с XML файла… Так… Сейчас я… Значит… А… Пойдём более простым путём… Пойдём с… Без XML… Так… Ctrl… V… Нормально… Нормально… Ээээ… Когда есть L-номер… Тогда… Джим знает куда смотреть… Так… F… Я специальный фильтр себе в почте завёл… У меня это всё в отдельную папочку складывается… Я периодически почитываю… Очень интересно… Так… Пейдж убираем… То есть… Я вставляю… Jumka… L… Что было… Что стало… Так… Нажимаю Update Comment… Вот… Теперь… Посмотрите, пожалуйста… А… Ага… 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 Так… Да… 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 Это я понял… А выделять надо… Вот… Текст… До… И текст… После… А… 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 Да… Для того, чтобы оно выглядело красиво… Нажми Edit… И посмотри, как я… Как я разметил… В своём комменте… F и CF… Видишь сверху… Что я использовал… Это достигается нажиманием кнопки слева от единички… Список маркировок, да? Ну… Выдели, например… Ага… Сейчас… Сейчас… Сейчас я сделаю… Сейчас я сделаю… Да… Ну… Вот тут на твоё высмотрение… Звёздочка пробел… Ммм… То есть… Звёздочка пробел… Я ставлю… Сейчас… Перед XML… А вторую звёздочка пробел… Я ставлю перед… Хорошо… А для того, чтобы оно было более заметно… Надо сделать… Вау… Значит… Да… Это делается… Звёздочка и пробел… Так… Сейчас… Вернём, как было… Перед всем чем… Так… Update Comment… Перед моим текстом… Перед моим текстом я ставлю… Ага… Так… Сейчас… Потому что я добавил там… Звёздочка пробел… И статья превратилась… В трэш… Ну там… Типа стрелочка… Просто… В суджамху… Ниже… Просто… В суджамху… Ну у вас написано, что просто суджамху… Я просто вижу… Смотрю… Читаю… Так… А… Сейчас… Я попытаюсь… Вот так… Так оставить… Ага… На самом деле мы делаем не просто… А на самом деле мы делаем… Ц… Ну да… Ну правильно… Смотри… Коль… Видишь… На сайте… Вебморды… В словаре… Там… 0,9 пункт… Алексей, слышишь? Там написано… Ф… Суджамха… Все, получилось… Алексей… Да-да-да-да… Нет… Итак… Таких пунктиков у нас в этом… Колькоменте должно быть два… Я согласен… Вот… Насчёт 0,9… И насчёт 0,8… А восьмой… Это мы записали его в виде… XML… А, да-да-да… Коль, давай… Чё? Что ещё раз? А… Вот… Отредактируй коммент… Удали там вот эту… Всю запись с XML… И… Вхерач… Вот просто текстом… Вот как… Восьмой пункт… Восьмой пункт… Запишем так же… Как я вот записал… Сейчас… Восьмой… 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 Чё в моём? Ну давай лучше… XML… Ну… Уберём… А ты сделаешь… А… Окей… Окей… Щас я… Сделаю… Да… Да… Готово… Восьмой пункт… Восьмой пункт… Так… 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 Ссылка… Открываем… Я начал… Восьмой пункт… Да… Вижу… Мам… Словарь… Ну вот… На самом деле… Значит… Смотри… Алексей… Какой формат приветствуется… Вот… Посмотри… Ссылку… А… То есть… Это в самой книге… В самом оригинальном Мони Вильямсе… Это опечатка… Охренеть… Охренеть… На мой момент… От 19 декабря… А… А у нас какая сейчас… Итак… Это значит… Мони Вильямс… Словарь… Следующее… Это… Что было до… Его… Л-номер… Потом… Значит… На что правим… И… Т… Это разновидность опечатки… То есть… Типографическая опечатка в книге… Например… Т… Ну… Да… Такое тоже бывает… Да… Например… Заголовочные слова… А в данном случае… Заголовочные слова… А вот Джантука… То есть… На самом деле… Тут… Прямо в слове… В самом словаре… Не хватает… А… Понятно… А… Да… Первый… Жирный… Мм… Джантука… Джантука… Смотрели… Сейчас… Догоняю… Сейчас… Догоняю… Нет… На самом деле… Я тебя немножко ввёл в заблуждение… Но… Т… Ага… Я честно не помню… Что это означает в нашей… В этом разметке… В данном случае… Имеется в виду… То… Что… Здесь… Если ты откроешь эту… Джантуку… В веб-интерфейсе… Ты увидишь… Что… Слово с номером… 770-30… Оно же… У нас… Женского рода… А… Это вот значит… Видишь… А… Ф… В статье… Джату… Крт… То есть… Да… Пока мы исправляли ошибки… Мы действительно нашли 100 опечаток в самой книге… Но это не одна из них… А… Равно… Это… Корень… Корень… Джан… Да? Нет? Да… Сокращение чего? Смотри… Как прочитать эту статью Джантука… А… Джантука сказан… Джан… Джан… Джантука… Это… Равно… Джантурас… Ты понял? А… А… Ага… Да… Джантука… Нет… Вопрос не в корне… Вопрос в том… Что… Видишь… Как используется кружочек… Знак градуса… Вот… Это означает… Что сокращение… 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 Слова полного… Уволочного… Кстати… Это опечатка… Нужно… Нужные буквы поставить… Почему? На том, что ты смотришь. А где в том слове НТУ? Понял? А почему нету джанту-раса? Остается поставить джа. То есть джанту-ка означает то же самое, что джанту-раса. Или джанту-крит. А можно по номеру искать? Потому что решили, что мы не ввели дурак, что он записывает через ри, а R вполне достаточно. То есть двадцать девятый нам нужно посмотреть. Значит, потеряли её. Ну, сейчас я введу джанту-ка, чтобы убедиться, что я тебе ерунду не говорю. Джанту-ка. Так, джанту-ка. А проверяем тогда на... Смотри, там между двадцать восьмим и тридцатым есть ещё двадцать девять. Сидме. Паршула. Можно, конечно, в XML-файле. По-моему на морде нет. А может, тут несколько-то... А, тут надо... Он скажет, всё и будет это джанту-раса. О, джанту-ка. А, джанту-раса. То есть он внутри джантуки, только в статье не показывают. Да, оно есть джанту-ка, оно есть джанту-раса. Блин, а это тоже бы как бы, наверное, Сейчас, секунду, а, Джантуку сейчас большую найду, ага, нашел, так, ну, да, ааа, нет, ааа, а это вс... Ааа, то есть в оригинальной статье тоже L стоит, то есть это означает, да? Ну вот это отдельный долгий разговор, но не об этом сейчас речь, итак, а источник, видишь, буковка L? Ааа, L видишь? Интересно. Знаешь, что означает? Лексикографич, это означает, что это было указано в других словарях. А, собственно, это есть список сокращений вот это вот? В индийских словарях, составленных в Индии. Я смотрю. Понятно. Араньяков. Так, ну... Охренеть, да, у вас тут работа. Мони Вильямс говорит, что такое значение в ни одной книге он не встретил. Но! У другого автора словаря он такое встретил. Отредактируешь коммент? То есть он ссылается в своём словаре на другой словарь? А, вот, ты уже сделал как бы, да? Да, когда нажимаешь, открывается список сокращений. Только осталось удалить теперь XML. Давайте, я XML... Я удалю XML тогда. Date comment. Всё, вот, 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 вот так. Да, по-моему. Так, теперь меня интересует вопрос лишней работы. А, ведь над этим списком работает несколько людей, насколько я понимаю, да? Сейчас нажимаю сказать. А, то есть и мы как твои вассалы, да? Да, 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 да. А постить-то мы будем от своего имени. Это не напугает народ, нет? Угу. Ну всё, будем считать, что мы засобмитили... Так, сейчас... Значит, мы из 83 потенциальных... Из списка 83 потенциальных ошибок мы убрали адр... А, вот этот фундербургджи... Ага, ага. Всё, понятно. Нет. А в случае, если чё-то не так, то есть если... А вы как я. Вы как я. Понятно. Конечно. Не-не-не, какой народ? У нас тут трое. Это мой знакомый индус из... Раджастана. Раджастана. Джим, он из Америки. И видим... Фундербург, это Джим, да. Нет, никого не напугайтесь. Тут никого нет. Джамба... Джамба-ви. Нет, Джамба-ви. Джамба... Если не так, то Джим потом посмотрит и скажет, что не так. Да. Итак, давайте сами сейчас разберем эти случаи. Следующий. С Джамбкой всё разобрались. Видите, я не сам сразу понял, в чём там фишка. Итак, Джамба-вата, следующее. Да. Потому что там красный кружочек. А, тут две палки. Писано Джамба-вата, равно Джамба-бави. А, ага, 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 ага. Нет, я думаю, что это, смотри, Алексей, я думаю, что это не Джамба-ви, а я думаю, что это Джамба-бави. А скрина, а потому что видишь красный кружочек Джамба-вата, а видишь красный кружочек перед Бави. Я думаю, что Ва-то заменяют Бави. Знаешь почему? Не только потому. Дело в том, что в санскринте Ва и Ба взаимозаменяемы. Поэтому я думаю, эта разновидность возникла, потому что в Бенгале не различают буквы В и Б. Так, теперь я пытаюсь понять, откуда взялось Ф. То есть там Ф есть дальше, но И как бы. Васти и Басти. Джамба-ват, Джамба-ват. Да, нет, я книгу открыл как раз. То есть это опять же предположение может быть ошибочное, но я думаю, что так. Итак, утверждается, что Джамба-вата, оно женского рода. Если оно женского рода, какого хера оно на А краткую? Нет, тут сказано лишь о том, Алексей, что оно по значению равно Джамба-Ви. Оно же... Открываем книгу. Николай, какую колонку книги мы смотрим? Вторую, да. Джамби, что ли? Внутри статьи Джамба и Джамба-вата. А это не к Вата относится? Ну то есть, вот... Ну что ж, мы видим. Как должно быть слово женского рода образовано? Да не усложняй, Алексей. После... Джамба-ватс-дотор. Что написано? Да, да, да. Ну тогда и что? И что тогда усложняешь? Было Джамба, а стало? Да. Так, еще вопрос. А Джамба-ват-то? Кстати, Джамба-ват-то тут есть? А, отдельная статья. Блин. Чему-чему? Так, окей. Смотри. Разделитель точка, точка с запятой. Но точка с запятой разделитель равноплановый. Посмотри выше. Просто у меня вопрос. Оно разделяет, например, источники. Видишь? Почему он это на и оканчивающий, на длинную и, или долгую? Длинную? Короткая и длинная, соответственно. На и долгую не запихну перед вот дополнительными корнями. Это имеет несколько значений. Не-не-не, просто не относится ли это и к корню вата? То есть, может быть, там это и относится именно к вата, то есть... Да, 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 мне кажется... Для того, чтобы сложные слова не занимали много мест в словаре, он их пишет под... Потому что иначе все это бессмысленно станет. Ну, под первым словом. Да... Так, куда я открыл? Ну, это не столь важно. Это можно исправить. Это дело поправимое, на самом деле. Так, джамбова, да. То есть, надо... А, ты хочешь сказать? Да. А что тут, собственно, написано? А что тут, собственно, написано? Ам, патэрфэрфэр... Я тебе тебе сразу говорю, не джамби, а джамбавати, да. А... А ты... Да-да-да-да-да-да-да, джамбавати. Итак, проверяем по поиску джамба ватти. Вата, да? Да, есть такое отдельное джамба ватти. Отдельно оно есть. То есть у нас здесь задача в том, чтобы снять ненужную разметку, получается, тогда, понимаешь? Надо сказать, что джамба вата не имеет никакого отношения к женскому роду. То есть нам вот эту строчку надо туда запихать или как? Ну, в статью джамба вата. А, это же и есть, кстати. Патр, эф, отват, архи. Откуда вот эта байба взялась? Джамба. М, патроним. Значит, мужского рода, патроним, то есть, это самое, отчество. От, фр, от, вот джамба ватт. Пример, предположим. А, вот он, байвилл, как бы. А, это самая последняя запись в статье. Блин, а она к чему относится-то вот тут? Ну, всё. То есть, тут проблема в чём? Что у нас... Джамба вата у нас... Короче, в бави здесь вообще не должно быть. Бави это из другой епархии. Вот что я понимаю. Да. А, всё, всё. То есть, тут пево от незакрытого тега, скорее всего, из статьи по джамба вати, как бы, вынесенной в отдельную статью, которая показывается вот здесь. Здесь путаница. Согласен? Да, 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 естественно. Смотри, если выносить в отдельные статьи, то джамба ватт дотер – это одна статья, а бави – другая, так? Здесь есть всего три подраздела. Под джамба вата и три подраздела. А может просто M от бави? M, патр, фр. Первая. Джамба ватт дотер – вторая. Джамба вата бави – третья. А, значит, это относится к тридцатам. По факту мы видим две только вынесенные в веб-интерфейс. То есть… Да, действительно, и под номером 30, как ты уже предположил, я надеюсь. То есть, по-хорошему, или надо вынести в отдельную уже статью джамба ватт добавить… А это должно быть часть тридцатых. Понимаешь, да? Здесь одновременно используются два подхода, исключающих… А, понял. Так, сейчас, еще раз, на секундочку, сейчас буквально… И убрать… А мы… Нет, оно же оканчивается на «и» глаз. Ну, вы меня не спрашиваете, понимаете ли я, поэтому я не говорю ничего. Значит, нам нужно породить, так как вариант, новое… Ну, как бы, короче, вынести его в полноценную статью. То есть, как вариант, но… То есть, как вариант, но… Если я не понимаю, пойдете… В общем, джамба вата, она не женского рода, понимаешь, в чем фигня? Согласно словарю, джамба вата сейчас женского рода, под номером 31. Да, конечно, я вижу. Нет, она должна быть… Но она должна быть не джамба вата, а джамба вата бави тогда, понимаешь? Есть мужской род, есть женский род… Николай, я вернулся… Я вернулся… Есть… Я спрашиваю… Ну, судя по букве «л», то, что это где-то в других словарях… Нет… Я спрашиваю… Это такой же по смыслу… Ты понимаешь, о чем мы говорим? Ты понимаешь, о чем мы говорим? Ну да… Хорошо… Итак, смотри… Ты джамба вату открыл? Джамба вату открыл? В интерфейсе я вижу два… Ты в книге видишь, о каком месте мы говорим? Сколько под значений ты выделил бы у джамба ваты? Сколько? В оцифровке две? Да… Есть, предположительно, женский род, потому что оканчивается на «идол»… Ну, есть два значения таких… Здесь… В чем портак? Нет… Да… Есть… Есть мужское… Есть такое… Есть три… То есть всего три, да? В чем… В чем портак-то? Я вот… А в… В веб-интерфейсе что ты видишь? Угу… Сколько? Два… А один вынесен отдельно? Угу… Угу… То есть… Логично или нелогично? По мне, нелогично… Хорошо… То есть… Проблема в основном… Это вот с этим… С знаком равно… Нет… Что не сделано… Короче… Бардак… Как это за решение? Понимаешь, в чем я говорю? Нет? Хорошо… Какое это за решение? То есть… Если есть два слова женского рода… М? М? Бардак… Ну, сейчас… А с каким переводом… То есть… Есть у нас слова… Женского рода оканчивающиеся… На А краткую… Он говорит… Да, есть… А я говорю… Что за херня? Такого быть не может в Санскрите… Понимаешь? Такой записи в Санскрите быть не может… Женского рода… Женского рода… Женского рода… Что это значит? Это более подробно… Да… Ну… Не только с ним… Но здесь… Так совпало… М? Решение… Сказать… Значит… Сказать, что… Надо создать… Вместо… Джамба Вата… Под номером 31… Надо записать… Джамба Вата… Наверное… Такое решение… А перевода здесь нет… У… Многих слов… Не дан перевод… Не, про обезьян я не вижу… Я вижу, что это… Что-то… Что-то… Ммм… Don't know… Могу… Ефимовского посмотри… Итак… Смотри… Как я понимаю эту статью? А… Есть отдельное слово… Джамба… В статье написано… То есть имя собственное… Оф… Манки Чиф… Есть сложное слово… Состоящее из двух частей… Джамба Вата… Значит… Джамба Вати… Означает… Дочь… Джамба Вата… Дочь… Дочь… Предводителя обезьян… Так… Джамба Ват… Что означает? Джамба Вати… То есть где-то в других источниках… Есть… Джамба Вата… Есть… То есть… То есть где-то… В другом словаре написано… Делаем скриншот… Джамба Вата… Баби переводится как… Да… Предводитель обезьян… Я понял… Джамба Вати… Каким образом… Имя его дочери… Что именно… Приравнивается… Ну… У Джамба Вати… Есть значение не только… Имя его дочери… А… Джамба Вати… Ещё… Означает… То же самое… Что… И… Джамба… Джамба Вата… Не совсем понятно… Скажи так… Чисто гипотически… Если бы это было бы… К мужскому роду… Вот это знак равенства Баби… Он был бы… Джамба Вати… И долгий… Ну то есть… Между мужским родом… И женским он был бы… То есть… Да? Нет… Где-то в другом словаре написано… Что… Джамба Вати… Равно… Нет… Чисто гипотически… Я… Я сейчас… По структуре… Это… По… 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 Кмажному словаре… Если бы… Знак равенства… Кружочек… И боеве… Относилось бы… Не к женскому… Варианту перевоза… А скажем… К мужскому… А женскому… И до женского, правильно? Всё, я понял. То есть, по-хорошему, тут надо убрать из Джамбавата статьи. Было бы выше. И добавить вот эту запись F равно градус бави L, добавить статью Джамбавати просто. Слов мужского дгробана и долгу нет. Вот. Нет, не надо Хорошо. Да, можно. А, мне делать, да? Скриншот самой статьи от скан, скан, скан сам. Сам скан. Я нажимаю вот сюда. И Джамба. Джамба. Ага. Джамба. Он должен прийти в другую статью, по-хорошему. Джамба. Да. Да. А как это записать? Понятия не имею. Ну, давай попробуем как-нибудь. Чё-то. Для начала надо сделать скриншот. Ну, у меня волшебных этих нет, поэтому это сейчас мы сделаем. Где тут кнопка скриншот? Сейчас я её найду. А, вот, нашёл. Вот и... Ну да. Ну да, 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 да. Для удобства всё это скролла там. Джамба, да? Ну вот мы его сейчас обрежем. Ага. Так, сохранить. Ммм, джамба. А, адолго, значит, джамба. Так, есть файлик. Теперь мы заходим на... То есть советую поставить какую-то маленькую утилитку там, да, которая... Файлы не выбраны. Надо выбрать файлы. Джамба. Открыть. Ага, аплодинг джамба по нг. Отлично. О, он уже... Ни хрена себе, как круто это работает. И теперь... Это для того, чтобы Джим повторно не искал, где эта статья находится в слове. Я все напишу сейчас. Так. Ну вот, Джилик, он тоже не нашел. Тут уже сходу видно ошибку. Николай, а ты возьми следующее слово. Мне довольно хреново с английским. Возьми... К сожалению. Джилика. Читать умею. Джилика. По поводу английского, а разве не лучше писать, что, вот, допустим... Ну ладно, там, первая часть фразы Айтон спинка, что это ИЦФ, это понятно. Может быть, это вторая часть... Прикольно, ну да. Я не знаю, почему это так. Почему там... Димбу возьмем, да. Кимбу, кимбу. Ее находят. Ну вот. Засабмите ее. То есть, они с той стороны поймут, да, о чем я... А, как называется статья по-английски? Статья это как? Ну, вы читать умеете? Ну, это достаточно. Ага. Так, ну, я запостил. Но тут что-то не так с этим, с английской грамматикой. Николай, не цикайтесь. Это рабочая заметка к правке. Так. Не преувеличивайте, значит, за прошлый год мы сделали пять тысяч правок. Джамбовати, джамбовата. Ну, атакл. А, можно, можно весь текст, вот, h3b, там, вот, начиная с... Отлично. Все, вижу. Значит, так, только у меня вопрос того, что... Я бы все-таки хотел, чтобы более мы точно указали, что куда переносим. Итак, ба-ба-ба-ба. Ага. Ну, весь текст нам не поможет, ну... Ладно, сейчас я попытаюсь исправить, как бы я сделал. Попробую возьми какой-нибудь другой пример, а я сейчас попробую это довести до кондиции. Как я бы сделал. Коль, кимбу разбираешь, да? Это D? Это Куж, по-моему. А, блин, да, все, я понял. Да-да-да. А Тава, это хрен знает что. Сейчас я посмотрю, что это значит. Тава. Ай, ТА-ТА. ТА-ТА. Керниска. Керниска. Дымбу, да. Ну, куб, ну, это же условная запись. А, вот, я понял. то есть как бы развернуть, что это означает, under под, под, как бы, джамбовать, да? Угу. Понял. ТА. блин а первое это мое предположение достаточно запутанный случай поэтому я даже сам неоднозначно задачу документировать тут не надо циклиться не надо застревать на час на одной опечатке примерно понял куда смотреть примерно описал до идеала не доводим книгу не пишем об этой опечатке а это блин то есть тут внутри логично так делаем скриншот отец мне говорил что если я не буду учиться я буду трешманом то есть буду мусорщиком так вот я могу папе сказать что я вроде бы образование получила все работаем мусорщиком мне кажется что нужно объединить cf в один и убрать просто f ну и с да клопса да 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 все верно ас с кого по yeux да да то есть получается в принципе это в 1c f запихивается А f, потому что до этого идёт значение с i. Соответственно, один этот удаляем, 667 удаляем, добавляем... А, два отдельных cf просто, я понял. Ну смотри, о чём говорит Алексей Двоецф? Двоецф говорит, что... Значит, Моня Вильямс намекает. А посмотрите слова а-та-та и у-та-та. Почему я думаю, что это cf, потому что... И ещё посмотрите, пура-та-та говорит. А, у-те и пура-та-та написано курсивом, то есть как бы... А, не подходит. Друма. Ну да, я так понимаю, да. А, и плюс cf последний. cf по статье последний. То есть за cf уже ничего не может быть другого отличного от cf. Нет, посмотри, он идёт через точку с запятой. Пусть он будет как бы два отдельных... Дальше идёт сразу следующая статья. Он же идёт с точкой... Нет. Он же идёт с точкой с запятой. Значит, какой-то умысл там есть. Вот, поэтому... А вот это... Вот это интересный вопрос. Честно, не знаю. Подскажите, пожалуйста, какой там символ... То есть как вот... А курсивом здесь написаны все слова сансквитские. Я уже, да, сделал бодрю. Так, аплодим. Это предположение, да. Следующее сложное слово, да. Да, Татадрума. Да, Татадрума. Ну, давай сделаем такое предположение. Я говорю, тут не следует создавать философские трактаты. Мы делаем ряд предположений. Ну, я предположительно с тобой согласен. Слева от единички, Николай. Да. Похоже на кто. Ты берешь слово... Зайди в комментарии, например, в комментарии Алексея, нажми edit и увидишь, как у него сделано. Так, сейчас, как мы выделили. Да, хорошо. Ну, вот все, собственно, тут, похоже, много ошибок действительно и образовались из-за того, что словарная статья устроена следующим образом. Женский род отнесен в конец статьи. Но в самый конец статьи отнесен ЦФ. И ЦФ слился в многих случаях с Фами, как я понимаю, ошибочно. Так, и второй у нас Пуратати. Блин, скопирую. Да. Николай, возьми еще один пример, тогда разбери, чтобы... Тогда возьми... Тапа на тан... Тапа на тан... Что значит более нормальный? А, надо это скопировать. Да, вот что, Тапа на тан... Пуратати. Вот, да. Тапа на тан... Тапана тан... Тапа на тан... Есть мужской, есть женский, есть знак равна. Даже два знак равна. Но вот здесь впервые у Николая будет более нормальный пример Остапа и Наталья. Да, я понял. И у них сейчас актика, что они выделили отдельный женский то, что на самом деле... Ну я понял. Понятно. То есть текущие статьи 75-74 надо удалять и делать новые статьи... То есть тот, который на долгую, Николай, он вынес на отдельную статью, я уже проверил. Есть ТАПАНАТАНАЯ. А теперь надо что-то делать. ТАПАНАТАНАЯ ПАСВИИ. Нет, ну выделили отдельный женский и хорошо выделили отдельный женский, но здесь осталось как бы заголовочное слово «мужское», а при этом пометка «женское». Под заголовочным словом «тапа-та-на-та-на-та-на-я» это нормально. Наверное, было бы логично, если бы ее прибавить статьи там, где А долгая. Наверное, было бы логично. Оно и так есть. Да, 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 да. Да. Да, «фемейл», типа «сута», «феминал», точнее. Или же объединяйтесь с этим «сутой», например, там же, где и «сута» отдельно вынесено, видишь? Нет, не «сута», ну да, «сута» же вынесено отдельно. «Сута». Ни что ни другое не сделано. Ну, я считаю, что да. Да. Ну, да. Ну, да. Ну, да, хватит. Вы тут мне на почту пришли. О, да, мне твои правки пришли. Чего вам не надо? Я вам совет. А мне мои не придут, потому что я автор. Почитайте на досуге додисловиях. А, мне пришли твои, а мои мне не пришли. А почему мои мне не пришли? Ну, зачем тебе напоминать о том, что ты только что сделал? Отлично. Ну, все равно. Такое мысль. Ну, да, то есть, как бы это вот наше предположение, да. Вот, собственно, и в таком духе надо эти 83 случая разобрать. То есть каждый день берем три случая и разбираем. Ну, тут надо какой-то сделать фильтр, потому что это такой спам страшный. Да, 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 фильтр отлично работает. Этот навык не бесполезный. А, ну, тоже хорошо. Так, что-то я хотел спросить. А как мы узнаем, что этим кто-то занялся? Ну, в смысле. Ну, да. Ага. И то есть это значит уже файл с Мони Вильямсом. Предположение, что ты не маразматик. Да. Да. Понятно. А вот по поводу этого Саваряда и Кипимовского, если коротко, такой он хороший или плохой? Подарок дареному коню, знаешь, в моем случае. Ну да, кстати. Вот я с Фришем сравнивал там некоторые статьи у Фриша, но явно более лаконичные, чем они есть на самом деле. То есть у Фриша прямо одно слово какое-нибудь. А мы через какое-то время напишем, типа, приступайте здесь, и потом Джим напишет. И понятно, конечно же, что Ефимовский тот еще авторитет в Санскрите, но... XML файл на сайте обновлен, мы его заново можем скачать, но, соответственно, и на сайте тоже все уже внедрено. Такой. Я просто еще не прочитал. Ага. Да, довольно амбициозно. Первый, кто это закончил. Ну, неплохо, по-моему, да? Он нормальный. А почему? Ну, в некоторых случаях, так сказать. Ну, если хорошо знаете английский, в принципе, в чем проблема? Ну, что сделал Ефимовский? Его ошибка в чем? Он переводил словарь. Ну, параллельный перевод, там, каждая шлока на нескольких их языках. Ага. Нет, он не первый человек, который это делает. То есть, как это? Брать переводы текстов? Первый, кто это закончил. Но переводить словарь это глупая идея. Боюсь, тогда нам потребовалось три Ефимовских, живущих друг за другом. Потому что значения, которые в английском языке, не совпадают с русскими значениями. В достаточно большом количестве случаев. Даже если превосходно знать английский, единственный способ составить слова... Это сначала составить параллельный корпус. Видели, я выкладывал параллельный корпус. А выкладывал пару страниц. И вот, даже меня передергило. Каждая строчка. То есть, надо словарь составлять заглавые. То есть, искать тексты. А пломба, что ли? То есть, как-то это все написано так... правильный вариант. Немножко невежливо. Всех текстов брать переводы 500 книг и находить это слово в каждой книге. Да, да, да. Это скорее всего правильно. Потому что я случайно наткнулся на этот пост. Нет, не потребуется просто группа людей, которые думают об одном и том же. Очень ногами проходят все по лежащему полу. Он просто усидчивый парень. Он 8 лет своей жизни отдал на переводу словаря. Так. Ага, так. Так. Вот, да, это я уловил из контекста, что он где-то там европейский. Амбициозно. Ну? Ну да. То есть словарь на самом деле лучше, чем предисловие. А, вот ощущения похожие у меня возникли, потому что ну как-то он все, все рает. Вот ему там один товарищ в комментариях сказал. Лейтан. Блин, да вы собственно тем, кто тут и занимаетесь, что там ругаете там всех, но тот плохой, этот не досмотрел. Алексей, рассказываю, Лейтан, он из Латгалии. Я ведь латыш. Мы одних кровей с ним. Вот, если так уж тебя все продлаготно. Мы с ним считаем одного человека. То есть это как осуждать африканцев за то, что они не могут там навести порядок. Он живет в Вене. Не будучи в Африке. Он, в принципе, его знания сансклита хороши, но как человек он скатиня. Вырежите потом этот из видео кусок, а то... А, ну ладно. А, да, что? Серьезно. Нет. Он справедлив... Он во многом справедлив. Это ему не отнять. Но, понимаешь, в Вене, ну не сталкиваются они с теми проблемами, с которыми сталкиваемся мы здесь. если принимаешь. Поэтому он прав, но наполовину. Я не понял, что значит по имели Донбасс. Да. Да. А, ты украинец. Я во многом с ним согласен. Но в целом он скотина. Это раз. Ну да. Это... Нет. Пусть будет. Мне... Ну, я думаю, что... мы на этой почве с ним... Я думаю, это немножко манихейством попахивает, просто... Да, то есть, я лично... Есть принципиальная позиция. что... Тут все сильно слажнее, что мир, он не черно-белый. позиция. То есть, например, я... Что касается Украины. Я... У меня есть совершенно четкая позиция, что... Да, да, да. Ну, допустим. Те, кто поимели Донбасс, они в корне неправы. Ну, те, кто его бомбили. Так. Да, это моя позиция. Ну, допустим. По этой позиции все эндологи делятся на две части. На тех, которые считают, что слава Украине, и тех, которые хотели эту Украину видеть в гробу. Вот. А нахрена? То есть, вот я не совсем этого понимаю. Нельзя быть во всем согласным. Тут есть обращенные варианты. Мне кажется, мир... Например, вот в Лихушине используется шрифт, который составлен моим белорусским коллегой. Боярин. Он ярый белорусский националист. И решил, что Майдан это хорошо. когда примет свет истинного знания, которое вот типа... Слава Украине, ЛНР. Я ему сказал, что я в гробу видел этот Майдан. Он сказал, что это победа человеческого достоинства. На этом мы с ним поссорились. Вот на этой почве все эндологи в мире разделились на две группы. А как это связано с санскритом? Это принципиальная позиция, Алексей. Это не вопрос, какого цвета тебе рубашка нравится. является ли меняемостью как бы... Устанавливающаяся... Невозможно вообще дискуссия. Для меня люди, которые по одной или другую сторону, ну как бы... А зачем? человек, он потом может вернуться в нормальное состояние через 10 лет. А есть же этих тем избегать и просто... Да. Да. Ну, вопрос не то, что слава ДНР. Я... Я вам сейчас скажу... Попрос в том, что... Слава Украине, герои, то, что Россия ни с кем не воюет, скажем так. Все сразу, да? Все, все. У меня стало одним очень... Тиражировать, что российская регулярная армия заняла Дуганск. Вот. Санскритом? Это связано с тем, что если человек невменяем, то мне его знания санскрита неинтересны. Так они разорвали... Да, в принципе. Мы просто рвем отношения в принципе. А не получается. Потому что для меня это очень важная тема. Вот мне кажется, именно из-за такого отношения весь этот конфликт и возник, что люди не могут общаться, если у них какое-то другое видение. Кстати, очень хотел обсудить ваш недавний пост по поводу... А является ли наукой там господин... Что-то там про диагностику, причем какую-то... не классическую... Но когда была эвфория... Биорезонансная, да. Я сказал, что в гробу не было видно. После чего они с собой разорвали отношения. А вы что думаете, что господин... Я забыл фамилию. Фомин, является ли господин Фомин наукой? Я провел некоторые расследования. Я долго-долго искал разные материалы, разные источники. Да. Да. хорошо, но есть у меня подозрение, что господин Фомин это не наука. Я резонансная. фамилию. вибрирует так. на самом деле, про него не очень-то многое размечено. Фишка в том, Алексей, что он работает в ФСБ, поэтому про него много не пишут. но отзовется как бы даст сочетание колебаний там... хорошо. Хорошо. И, значит, объясняю принцип построения... как биорезонансное воздействие, оно исходит из того, что каждое вещество, у меня заделал как бы и сам факт, а окей-то, господин Фомин, вы там пользуетесь его техникой. И привлекая извне какую-то соответствующую частоту, если у тебя в теле есть соответствующие ресурсы на восстановление, что является какой-то иммунитет, предположим. А что истинно не является, что является выходящим за рамки науки. А если это группа людей, называемые учеными, несущие свет академического знания, говорит, что вот это вот как бы этого состояния, то это уже и ненаучно. Очень мне пример такой понравился. Ты не оживешь. Если у тебя есть капитал в жизни, то она дебилует согласно этому. Говорит о том, что, допустим, если грубо, то есть я сильно не изучал, что мысль, она материальна в плане носителя. То есть ты что-то подумал, создались некие торсионные завихрения, и это куда-то там улетело. Что было интересно, что я наткнулся на статью, это даже сильная была работа, некоторых людей из Академии наук, которые сделали очень, на мой взгляд, правильную вещь. Они взяли описываемый предмет, описываемые подходы, и просто провели серию экспериментов, чтобы посмотреть, действительно ли получится то, что предсказано теории. И, собственно, ничего такого не получилось в результате проведенной работы. То есть как бы люди от науки взяли теорию и просто проверили ее, и сказали, ребята, вот мы проделали, у нас не работа. Что касается господина Фомина, меня больше все взволновало то, что я не нашел ни кандидатской работы, ни докторской его работы. Я взял вас, Марк, я в базах кандидатских вбил ваше имя и фамилии, увидел, вот там, работа такая-то, там, строй санскритских корней, там, еще он там тогда-то, ля-ля-ля. Вбивай господина Фомина. Ничего подобного, ни одной работы. И еще, мне очень запомнился, если вбить вот Фомин, там, имя, отчество, одна из первых ссылок ведет нас на форум одной из кафедр МГУ. какой-то там, там, чего-то терапии, чего-то там, какой-то кафедры. Значит, там некая дама спрашивает, что, а, вот, я тут, есть у нас клиника, которая, вроде как, под предводительством господина Фомина. Я хотел узнать, на сайте вот этом написано, что он, так, кандидат или доктор наук и работает вот на вашей кафедре. Я хотел узнать, он как бы работает на вашей кафедре, он там был, числился, на что один из смотрителей форума сказал, что данный господин никогда не работал на кафедре нашей. И тут же возник, как черт из коробочки, некий коммент, подписанный сыном господина Фомина, где подробно рассказывалось, собственно, почему же господин, указанный, не значится на этой кафедре. Собственно, вот, он на самом деле есть. Угу. 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 Понятно, Алексей, я понимаю, что тебя возмущает, меня тоже, в принципе, это возмущает. Для меня важно, скорее, продукт. Вот продукт имеет значение, для меня имеет значение, поэтому скажу так, для меня наука без применения не имеет никакого интереса, то есть я не ученый. Я хочу использовать точность научного метода для... По поводу того, что тяжелое положение у санскритологов в России, что... И мне неинтересна наука ни в медицине, потому что вот мой... У меня в семье тоже есть ученые, только... Вот-вот-вот, то, что если тебе нравится заниматься санскритом, ты хочешь... Это как Эйнштейн, который когда он понял, что его изобретение... У тебя не получится только это посвятие. Он сказал, что если бы я знал, чем это закончится, я бы стал бы сантехником, понимаешь? Это то же самое, то есть, как бы, ну... Наука, это нафиг, она нужна, если нет прикладного применения. Лингвистика, как таковая, не имеет прикладного применения в своей... Нет никакого смысла заниматься санскритом. В большинстве случаев. Вот я не понимаю, почему мы тут собрались, да, почему нам... Потому что нам интересно, да? Нам интересен санскрит, нам... Нет, у санскритологов не тяжелое положение, у них нет положения. Какое лаун, практически, вот у санскритологов? Они не то, что не нужны, они бесполезны, точнее, вредны даже, я бы сказал. Конечно, не получится, и слава богу. Нужны физики, нужны химики, а лингвисты никому не нужны, потому что у них нет прикладного выхода в мир. Так вот, я хочу сделать прикладной выход в мир, но это несовместимо с наукой. Ну, возвращаясь к первому тезису, санскрит нахер никому не нужен, то есть, в итоге... Тлен. Ну, да, ну, просто... Ну, понятно. То есть, в санскрит нельзя привлечь деньги, то есть, вот, ну, практически, в смысле, ну, в результате, например, в частности, та работа, которую вы, если вы сейчас потихоньку будете делать, она даст возможность издать сводный список санскритских слов. Вы хотите спросить, что нам даст сводный список санскритских слов? За две с половиной тысячи лет никто никогда не попытался составить полный список известных по книгам санскритских слов. То есть, я задумался глобально, то есть, если санскритологи никому не нужны, то, ну, давайте просто оцифруем все учебники, положим на сайт Ленинской библиотеки, и все, а санскритологов распустим, как бы, и даже отберем у них книжки, сожжем их, то есть, все в порядке. Да нет, их возможно, но это опять же несовместимо с хорошей санскритой. Да, но как же мы же человечество в целом, мы же вот если что-то освоили, мы же должны это не седать, как бы развивать, сохранить, да, передавать именно как вот. Проще это сделать самому, чем вот тратить свою жизнь на поиски чуда. Я знаю, что это возможно. А это не надо. Ну, я подачу пять лет, я лучше на пять лет сам эту книгу издал и исправлю эти пять тысяч опечаток. Это не, это не сколько, то есть, даже, даже пять тысяч экземпляров, это не сколько. А сколько у нас вот сейчас фриша, посмотрю? Тысяча? Понимаешь, если так продолжать, то и иронисты никому не нужны. Ну, и Кавказоведы никому не нужны. Так можно далеко договориться. Ну, хотя бы сохранить. Да, теряешь тысячу экземпляров. Это как книжка еще раз? Ну, как-то так, да. В этом, собственно, и фишка, что... У меня будет видео пропало. Куда пропало? А, кстати, можешь стол выключить? По большому счету, да, никому. Передачу стола, чтобы морды пошли были. Но если теряешь тысячи экземпляров, Алексей, это много или мало для России? А это актуатор, просто какая-то книга очень знакомая, я, кажется, видел. Это ни о чем. Это ни о чем. Кстати, я вот забыл сказать. Я был в Московской молодежной библиотеке, вот как раз видел там пару слайков Кочергиной, и вот эту книжку Бороу. А еще, я еще хотел про нее спросить, ну, кто-то знаю, хорошо или нет. Было четыре тысячи экземпляров, например, вот у такой книги. И чтобы там еще даже, я даже скатографировал книжки. Ага, сначала восемь томов закончим, а потом возьмемся за Бэрроу. Там же написано. Вот, смотрите, я еще там видел... Очень хорошее. Книжку интересную Кочергиной, которая называется... Нет, это... Словообразование в сэнскрите. Описание, монография. Вот, вот Баро увидел. А, ну и там всякая ерунда еще смотрит. Я подумал о том, чтобы его переиздать. Ну, нам бы споряжение глаголов в настоящем времени попасуется. Ну, или же, если я на восьмом, если я на седьмом застряну, потому что вы сейчас сбегите, скажете, что нафиг нам нужно копаться в этой помойке, то я запущу вместо восьмого Тома Бэрроу. И понял, что это пока рано. Потому что я сам просто не успеваю уже исправлять опечатки. И опечаток поступает больше, чем я успеваю страдать. Просто я помню, сейчас я вам скину фотографии, прообещал. А, опечаток этих? Ой, не опечаток, а хренового санскрита. Да, это хорошая книга. А, ладно. А хреновый санскрит никто не прислал? Слово образование это специфическое книжное. Мне не знаю, она очень интересна. Там она незачем. А, я все никак не знаю. Поэтому, Николай, там не содержится ничего полезного для вас. Поверьте мне, я имею в виду. Ну, Бэрроу, для расширения кругозора, да. Но вы поймете, в лучшем случае, пятая часть. Я делаю всю полку вместе с Матвеевым. И еще отдельно фотографии без Матвеева. Ну да. Да, да, здорово. Интересно просто. А он пользуется успехом. То есть... Как выглядит на... Ну, в магазине такой. Это же надо... Айкей в меньше пятидесяти должно быть. То есть, я когда его купил, дома полистал и понял, это херота, поэтому нельзя освоить санскрит. Я все жду, чтобы это выложить в группе, и потом в книге, если я напишу когда-нибудь книгу про Деванагри, тогда, чтобы это вошло как образец. Да, как для детей, дебилов, то есть, ну... Да, ДЦП. Не, ну там меня, честно говоря, подкопил... Не, пусть будет с Матвеевым, потому что я его пинаю каждый раз... Да нахрена? Мы же язык учим. Какие в жопу чакры? Ну, на самом деле, я расскажу, почему Матвеев пользуется успехом. Там этот портрет какого-нибудь Шива... Я язык учить пришел, зачем это всё, ну да? Потому что за три года уже три издания. То есть, по... Да и хер с ним. Алексей, ты бы переслал мне своего Матвеева, потому что у меня нет ни одного. Короче, смотри. Значит, Матвеев. В чём его фишка? Во-первых, иллюстрации. То есть, для ДЦП. Вот. Вот. Угу. 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 Ты, Алексей, свою ауру портишь сейчас. Короче. Ну, картинки. Во-первых. Во-вторых. Он первое издание напечатал, кажется, в одиннадцатом или в двенадцатом году. Да, да. Последнее издание Кочергину было в 2007 году. Кочергину раскупает за полтора года. Да. То есть, к середине 2008-го. Её уже в продаже не было. Просто... Возник книжный год. Да, просто ужас. В одиннадцатом году... Ты берёшь? Вышел первое издание моего Кнауэра. Но он уже закончился. Сергея, это вот этого летний. И тут возникает, значит, Матвей. Чего-то я читал. Ну, что? Иллюстрации. Был какой-то разбор, но не скажу. Кочергиной уже нет. Кнауэра уже нет. Да, ну, наверное, тогда читал. В книжных магазинах единственная книга, которую можно купить по санскриту, это Матвеев. Мне кажется, его покупают и ставят на пол. И вот эта трёхлетняя пауза, она сделала то, что Матвеев стал самым популярным автором. Опять же, то есть, это тогда не самоучитель. Если с Кочергиной худо-бедно, ты как-то сможешь себя взять за... И как-то что-то понять, похожее на санскрит, пусть там написание твоё будет ничем не соответствовать. Ты же читал реценцию Сергея, да? С Матвеевым такого не происходит. Я верю, что, в принципе, если с нужным комментарием, то учебник Матвеева подходит. Там список лигатур. Но когда ты впервые, ты ничего не знаешь, ты берёшь и видишь этот список лигатур, ты думаешь, чего? Это вот всё учить мне надо или чего? Зачем мне это? Чего мне делать? В популярном, потому что других не было. Нет, по нему учат. Я знаю людей, которые по нему учили. Сейчас у меня уже ВКонтакт закачивает сейчас. Да, да, да. Ну да, количество писем под вашим ником больше, чем письма под другими никами. Понятно. Тут вопрос, как бы ещё нам одно и то же не начать делать. Забились, Коля, да? Да, давай, хорошо, и сейчас начало. Да, я с конца. Ну да, собственно, почему по-хорошему и к Кочергине просто отдельно нужен комментарий. Марину не будем, наверное, беспокоить с её детьми. Плюс там домашка уже надо. Ну, короче, вот, с чем я занимаюсь? Вот я в любое свободное от работы время, правда, как чётко? Нет, это я сейчас, у меня нет времени этим заниматься. Я последние месяцы этим почти вообще не занимался. Ну, начни с конца файла, Алексей, а Николай с начала. Обратный словарь. Блин, я всё пытаюсь понять. Если каждый из нас по три штуки в день возьмёт, то через два месяца закончится. Чтобы пользоваться обратным словарём, нужно быть, ну, очень жёстким парнем. То есть ты берёшь слово, ищешь слова с таким же началом, как бы, а на моём уровне это вот просто, ага, отлично, есть такие слова. А вам полезно, потому что, во-первых, вам полезно понять, как устроены вообще оцифрованные словари, а во-вторых, как устроены бумажные словари. Потому что, в частности, вы когда сейчас... А, ну, то есть как бы я ищу слова на нагоре, а вы нахожу это, а потом смотрю в прямом словаре. Из этих наводящих вопросов мне это поможет понять, как написать предисловие к обратному словарю. Когда это спасёт твою шкуру, сынок. Убегая от аллигатора, ты откроешь обратный словарь. Angry Birds. Например, ты хочешь найти Алексея, потому что ты знаешь слово Дева Нагори, так? И ты хочешь найти... А есть ли какие-нибудь другие слова, которые сочетаются с словом Нагори? Это про Ахматову, по-моему? А, или про Пастернакова. Ну, типа, те времена. Да. Да. Ну... Я не говорю, что ты каждый день будешь пользоваться, но тебе пять раз в жизни, когда тебе это реально понадобится, тебе это реально понадобится. Типа того. Ну, очень трудно будет прочитать весь обратный санскрецкий словарь. В самом деле, там просто приметово будет куча полезнейших приложений. Понятно, я понимаю, это шутка. Не играл, не знаю, но, в общем... Ну, да. Осуждаю. Ты знаешь, про какую книгу это было сказано? Сопутствующую, что ли? Блин, а я все думаю, как же там с формами-то? То есть, там это все в какой-то одной форме... Я пытался сейчас недавно Пастернака слушать. Честно, я не смог. Это одна из коллегских книг, которые я вообще не слышал. Вообще не пошла. Я помню, в детстве я Купера не смог дочитать. То есть, в этом шабдыкал подрумию, я вот не помню. То есть, уже слово даже не основа. Он преследует... Преследуется другая задача. Мы заодно получаем чистый список санскрецких слов, понимаешь? Это главная задача. А обратные слова — это by-product. В общем, собрались как-то три сизифа, да? У нас такое можно переименовать наш разговор. Да. А вот это интересный момент, потому что индийские словари, они ведь слова дают с окончаниями. Э-э-э, трэш-гай, добровольный такой. Вот, видишь уже, как интересно становится. Конечно. Ага, да-да-да-да, там дается с окончанием, например, ам. А в других словарях? Да, получается другая словарная статья. Хотя на самом деле соответствует словарной статье... Он имел в виду что-нибудь более полезное, какой-нибудь там инженер... Всего навалов. Ну денег бы больше было, да, электрика. Вот, потихоньку, если вот сейчас вы почистите, ваше имя войдет в аналог истории списка мусорщиков. Трэш-мэм. Ну это сиошный, про свой сиошный бизнес, вы говорите. Платная компьютерная игра в году 89-м, 88-м, называлась Трэш-мэм. Вот я в нее играл, отец подходил и говорил, вот это будет... Это проблема, так скажем, гуманистическая, так, гуманитарная, да. Ну, он сам инженер, электрик-инженер, поэтому он хотел, чтобы я стал электриком. Ну да. Он сильно разочаровался, когда я пошел заниматься языками. Ну вот, правда, ну вот... Я понимаю, там, Коля, ты же йогу преподаешь, да? Нет, Алексей, столько, сколько я зарабатывал за месяц, мой отец не зарабатывал. Вот, Коля преподает йогу, как бы понятно, что... Алексей, 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 я зарабатывал за месяц больше, чем отчет за жизнь зарабатывал. Можно притянуть, да. Можно притянуть. Да, у меня есть определенную активацию применительно к моей деятельности. Потому что там йога с утра, шива с утра, там, поехали, там, тексты. Я вот, кстати, вот тут опять решился открыть этот йога с утра. Гуманитарная. С комментариями Айнгара. Во-во-во, надо вот это от фокуси и Марк прислать. Мне прям хочется вот это прям все вот на самом деле, ну, как бы, переделать и прям даже плеить книжку совместно тех. А может, ну его нахрен, может найти нормальный текст санскритский и попытаться как-то его... А, ну да, то есть распечатать. Можно притянуть, скажем так. Понятно это не совсем, можно притянуть. Вот, вот, смотрите, я просто у себя на стене сделал. О, да, кстати, солидно. А, и Матвеев там сбокал. Ой, блин, с крышками вперед, как бы, не бейте, пожалуйста. Нормально. В принципе, тут... Я же вам давал нормальный текст. То есть, по-хорошему, можно было бы издать небольшой куплетик там на 16 страниц. Ух, ну... Ну, я не знаю, там прямо... Это вот, этот магазин открылся недавно, прямо, он прямо от метроарапорта до моей работы, прямо вот, и я иду по дороге. Ну, здорово. Слушай, а у тебя футболка этого Аумру, ты с вербой тусуешься, типа? О, да вы знаете. Ну, да, то есть... Местный подворотник. Ну, да. В угол... Забился в углу. Некоторая предвзятость в отношении господина вербы. Прям... В свое время он меня активно раздражал. Вот. Но ты же лучше его, я знаю. Всегда. Я думаю, что это будет не так критично, как в Донбасс. Метро, аэропорт. Это же там, где улица Амена. Не может быть. Либо вербой, либо ты с вербой, либо со мной. Все. Пока. Да, Марк? Это принципиально. Слава богу. А ты это, Тичерс там какой-нибудь проходил, да? Да. Нормально. Не знающий санскрит как бы идет лесом. А нет, я этого человека не знаю, поэтому спим считать, что не принципиально. Да. Ну, в Индии, когда я был и занимался йогой, традиционный подход таков, что человек должен знать санскрит, йогу и айурведу. Вот эти три, они идут в одном комплекте. What does it mean? Это как бы три единства. Три мурти. То есть, врач айурведист? А это разве не делается сейчас? И не практикующий йогу, это плохой врач. Вот, я надеюсь, вы потихоньку вот так будете документировать. И вы исчерпаете один из четырнадцати списков потенциальных опечаток. Точнее, здесь не потенциальных, а здесь вполне реальных. Почему это важно? Это важно, потому что в дальнейшем я хочу составить грамматические словарь санскрит. То есть, в принципе, даже без перевода можно, а просто, то есть, глагол. Это означает, что каждое слово будет иметь грамматическую метку, то есть, рода, F, M, N. Абсолютно не нужная в народном количестве информации. Сейчас, в чистом виде, эту информацию ты не сможешь узнать. Какие слова F, какие M, какие... То есть, сейчас нет такого словаря. Есть... Моня Вильямс, это толковый словарь. Тебе это самое значение. А мне, меня, как лингвиста, значение не интересует. Ну, абсолютно верно, что это вообще... Меня интересует... Только для специалистов. Сколько слов женского рода на I? Сколько слов среднего рода на M? Чилика, или джилика. Ну. Да. Ливы нету просто, я... Да, глагол четвертого класса. А если в файлике поискать можно? Сколько глаголов четвертого класса? Ну, это не страшно, это что, по-моему, плохо, если нет. Нет? Абсолютно нет. Может, там слово означает, знаешь, там, тертый калач, там, под сезон дождей. Это уже, вот скажем так, это уже монография. Слово, которое не используется вообще никогда. Это уже другое направление. Процента три. Больше. Ну да. А, откуда они? Взять. Да, почему? Эти слова лишние. Да, я сказал, да, что нету, нету, да, да, я уже сказал, что почему-то нету. Да не надо, не надо, ну, нет и нет. Ну, сейчас я поищу сам. А, ну, логично. А, кстати, в файле есть это слово. Ну. Да, в файле... А, в файле оно с маленькой буквы. С маленькой? Да. Все. Надо попробовать забить... А, кстати, G это же... А, хотите узнать, сколько этих слов реально используется в текстах? Кстати. Нет, больше. Может быть... В Монио Вильямсе всего... Нет, нет. Заголовочных слов первого уровня 180 тысяч. Реально в текстах используется 82 тысячи. Может, он как-то путает буквы. А, то есть... Бел и большая путает. В файле? Ну, из тех редких книг, где они встречаются один-единственный раз. Например, из названия книг. Есть? А-а-а, а мы-то искали все-таки... А, то есть мы все-таки ищем по SLP ищем. Да, да, да. А-а-а, то есть в файле это SLP-1. А, ну все, да, я тоже нашел. А то, что мы до этого... Совершенно другой стопул получился. Если находить в Кьозе, это ничего страшного. Ну, сейчас я веду из-за Джеллика. Почему она... Честно, не знаю, почему. Понятно. Я-то написал, по-это. А, извините, я искал в Кьото-Харвард. Я, согласно вам, изменил в Кьото-Харвард. А это же SLP-1 кодировка. Все, ребята, все работает. А он как-то часто реагирует вообще. В этом файле кодировка SLP-1. В Харвард Кьото. Ну да. Ну да, так будет удобнее. В дальнейшем, когда вы уже будете самостоятельнее личности, можете искать в чем хотите. Да. Логично. То есть он сам сайт вот этого Кьолина там, да, там что-то? Это было совпадение просто. Потому что они частично перекрывают друг друга эту систему. А, хотел спросить. Да, да, я видел. Да, посмотрим, как Джима реагирует. Ну, вообще-то, когда... Он бывает каждый день... Ну, во-первых, он живет в Америке... Хотел спросить, а что там были затерки по поводу слов эстомистского... Поэтому он ночами пишет, но он может сегодня ночью или в течение недели отписать. Вообще он каждый день работает над словарями. Каждый день. Но там... Откуда они там? Работы на 200 лет вперед для 10 программистов. А, то есть как бы заимствование в санскрит из араба. Он все... Без него этого сайта бы вообще не было бы. А без этого сайта... А, ну там допустим... Не было бы ни одного... Да. Онлайн словаря санскрита. Допустим... Все словари из не того ряда... Они были основаны на этом сайте. Это источник. А, кстати, хотел спросить... Вот был такой тезис, чуть ли не на первом уроке, что... Ну, тогда... Суть в том, что в санскритских словарях есть разные не санскритские слова. Им записан еще и хинди, допустим. А записан ли санскрит в другом языке? Из других языков, например, в словаре Мония Вильямса, есть арабские слова. Заимствование. Но слова, которые заимствованы из арабского... Потому что я смотрел эти языки, тамильский, он вроде как другой. Которые не могут быть, в принципе, в санскрите. Тибетский тоже. Это порождает ложные ошибки. Они вроде как... Сам скажу там бейст, но другие. Да. 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 А в каком-нибудь тамильском это возможно. Ну, я теперь реально фрик. У меня есть санскритско-русский словарь. Аж на тысячу страниц. Да. Да. Ну, сейчас, например, пытаюсь найти файл, чтобы показать. Да, конечно. На юге его не пишут, да, Иван Атолий. Ну, там что... Ну... Сейчас, 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 попытаюсь найти. А... А это чё? Так, Южная Азия, Индия, индийский субконтинент, юг, север. Бенгаль. Бенгаль. Да, она... То есть, это одно и то же записанное... Но это всё санскрит. Ну, вот, Алексей. То есть, бенгальский... А есть бенгальский язык или... Ну, читай. Так, и это отдельный язык. Но, в принципе, санскрит можно записать на Бангли. Охренеть, тут такие связи, многие, ко многим... Разными письменностями. То есть, санскрит можно записать в Дванагри, а сейчас, с помощью Дванагри, можно записать хинди и... Жёвко. На юге никто не записывает в Дванагри. А у них там каких-то рядов не хватает, я вот... А, вот эта диакритика как бы доделала. Ну, на самом деле, язык называется Бангло. Ну, глупо говоря, он называет бенгальским. А, чтобы не понять. Господи, а как же это всё вообще... Да, конечно. В Индии 50 языков... Просто нереально. ...существует. Вон там есть... Лантара. Вообще, клингонский, практически. На... Бенгальским письмом. Всё равно язык называют Бангло, а письмо бенгальским. Ну, это... Южная Азия. Да. Пупые? Или что? Да. Но тот же санскрит можно записать тибетскими буквами. А-а-а-а-а. Понятно. Не хватает. Поэтому видишь, сколько там внизу прицеплено всякие фигуры? А тибеты долбили в камни что ли? Много ли ты диакритики видел в тибетских текстах? Немного. А здесь пришлось там прям пихать руку. Поэтому... То есть, такие... Кринописи такие... Я вот, кстати, вот заметил, что... Тут в этом... В Гуджарати... Они просто вот эту вот... Нашу любимую полку убрали. Да. И всё остальное то же самое, в общем-то. О, кстати, хотел спросить. Раз уж такое дело. Это вот, короче, Гаинтри мантру. Ну, видишь, какие все южные округли... Ну, круглые. Ну, просили, короче, показать там, как пишут там... Понимаешь, откуда там? Такие мантры всякое такое. И... Нет. Дай угадаю, откуда там Ом, Бур, Бу, Ац, Ваха? Да. В одном месте есть вообще такое написание интересное, которое мы не проходили. Я думал, что сначала это ошибка, но потом увидел, что в разных источниках оно написано так же. Сейчас я найду. Да, а вы пока, Марк, отвечайте, откуда там Ом, Бур, Бу, Ац, Ваха. В Ригведе нету. Просто ее все поют с вот этой приставочкой. Но в Ригведе он начинается с следующего. Это Тат, Савитур, Варенья, Фарго, Девасиады, Махиди, Юнах, Прочудаят. Вот точка. Но все вот это вот заклинание, вот это начальное Ом, Бур, Бу, Ац, Ваха вставляют. Откуда оно взялось? Почему? Сейчас я буду послан, мне кажется. Так, ну, допустим... Ссылочка на картинку, которую мне... А, надо залогиниться просто. Вот там я скинул как раз на эту, вот на нашу эту, Пхуаха. И вот смотрите, там вот где вот слово Фариньям, видите? А, да, кстати, он ведет на какой-то... Алексей, вы хотите получить полноценный ответ? То есть, ты закинул ссылку на чатик, что ли, или что-то такое? А, да, наверное, так я и сделал. Ну, допустим, тогда вам нужно проделать следующую вещь. Вот так, наверное, получится. Ну, вот так вот получится. Вот, да. Если вас интересует серьезная вещь, то задавайте... Вот там, короче, есть слово Фариньям. В письменном виде. И вот это вот, как бы, я и у, ну, короче, у них без палочки. То есть, это просто такой тип регатуры, да? Так подожди, там же регатуры, скорее всего, просто, получаются. Н и я, как бы. И это все-таки не буква, это как бы, чтобы произносить вот это. Нет, твоя ссылка почему-то у меня не сработала. То есть, Амсен, скорее всего, в арене. На ерунду. Екатерина будет подракована. Ну, я и ям, это просто как, ну, получается, то есть, получилось как-то ликатура такая, да? То есть, мы просто не ям палочку убрали. Не, не, я про диванагри, конечно. Это, это, там, где нья, это такая ликатура, мы просто палочку убрали от нья, да? А, все. Все, все, я понял. Угу. Что-то еще было, но я уже сейчас... Да, конечно, они же, как бы... Заканчиваются на согласие. Так, что обсуждаем еще раз? Не, ну, на это я уже не обращаю. Это понятно уже, что это уже, это уже косяки такие непонятные. Уже сказали так, после Йога-Сутра Патанджели... Деванагри сейчас, и не про трансоперацию, по счету. Ну, вопрос в чем? Да, нет, это я тоже знаю. И то же самое еще, вот, в этом... Ну, да, конечно. Тоже нету этого, но, как бы, там... Характерную часть оставили. Тут точечки нет, да, у нас? Тут вопрос про источник. У меня сильно возникает сразу вопрос про источник, откуда взялся именно этот Деванагри. То есть нужен какой-то проверенный вариант Ригведы. Иначе это все... И вот, кстати, я тоже вот... Ну вот, который вы скидывали, допустим. Надо бы проверить все вот это вот написание, потому что... Я видел эту картинку года четыре назад, то есть, видимо, она путешествует по интернету. А ты видишь, что здесь убрано... Убрана долгота гласных. Тхе-мак... А, ну, Е всегда долго. Ну, вот есть вот такой вариант, более такой пристойный. Ну, да. А на конце... Хрена, да. Ну, есть проверенный вариант Ригведы. Да, например... Ну, да, они тут Татса, Витур, Бариньяму уже вместе написали хотя бы. Уже хорошо. То есть имеют представление вообще. Да-да-да. Ну, какой урок там, Рикатуры? Шестой, пятый. Пятый урок Кочергиной как бы прошли. Ну вот, значит, Николай, выложи вас по той ссылке, которую я дал в моей группе на горе. Я буду задавать серьёзные вопросы, типа, Лакшми и Лакшми. А Лакшми же там, там же, по-моему, глагол есть в Лакшми. Да, вот это уже... Я её как-то путешествую пословарю, наткнулся, думаю, ой, нихрена себе. Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Так, группа. Это логиниться надо. А чё, там прям люди ходят и задают вопросы? Такие есть вообще? Ну да, начальные... Вы не знаете, возможно, некоторые просто не говорят о своих политических... А-а-а, а как вы это проверите, скажем? Ну... Ни хрена не понял. Да, да, да. Надо вступить в эту группу. Чего? Пишите относительно чего? А, да. Ну, там... Там свет, кто занимается... Так, вы вроде не сильно скрываетесь вы, как бы, слои... И при этом не являются майданутыми. А-а-а... А это потом, типа, припоминают совсем другие люди. Ну, они... Понятно. Понятно. Майданутые только читают, но не пишут. Ага. А я и так это знаю. Я это узнаю потом. Это я уяснил, как бы, из комментариев. Я в курсе того, что я там пишу. В контакте, т.е. Ну, по... Я окольными путями узнаю о том, что люди потом знают, о чём я пишу. Да-да-да. В виде этой... потенциальной энергии, преобразованной в кинетическую, там, пинки, там, всякие. Ну, а о чём бы я ни написал, это, оказывается, достояние общественности. А-а-а, вы рецензентам говорили, что они мудаки, да? А-а-а, ну... Нет, я иногда какие-то резкие высказываю. Ну, высказываю в узком кругу. Двигает к цели, да. Да-да-да-да. Которые... А вот у меня вопрос. Я смотрел в защиту диссертации, как бы... Я вообще-то... Вот у вас там был такой стиль изложения, с каждым человеком. Как будто вы ответы с листа читали. То есть, вот там кто-нибудь говорит. То есть, то, что... То есть, то, что надо было бы лучше поморчать, я договорю слух. Потом получаю бонусы. А-а-а. Никакого, как бы, да? Экспромта. А-а, понятно. Просто вот этот стиль... Алексей, как ты думаешь, почему мне 10 лет не пропускали диссертацию? Уважаемому прецензенту, да. Она была готова через год. Примерно. Как в японском, практически. Понятно, понятно. Ну, возможно, и так. Возможно, и так. Ну, некоторые по делу, как бы, высказывали. Я ответы читал с листа. Ну, да. А так всегда на защитах известно заранее. Ну, да. То есть, там, вот это мне понравился мужик. Я, говорит, вообще... Я вопросы узнал за сутки до того, как... Я, как бы, пользователь санскрита. То есть, мне этот словарь нужен, как бы, вот, видеть. Это самое главное, Алексей. Если опустить спасибо, то ты можешь... Тебя могут засудить. Ни хрена себе. То, о чём ты говоришь, не имеет никакое значение. Важно соблюсти правильные формы... Вот, опять футболка с Омом, как бы, с Аумом. Почему Аум, кстати? Где, чего, где вы? У тебя, на тебе сейчас. Меня ведь никто не слушал. Ты футболку запалил, как бы. О, запалил. Свою принадлежность идеологическую. Свою принадлежность идеологическую. Ну, да. Он переводчик романины. Непонятно, как, правда. Где-то же Индию там сильно эти мусульмане же трепали, как бы, разрушали храмы, там, сжигали всякие документы. А, устные, как бы, традиции передачи. Так, я, видимо, пропустил. Алексей, а у меня какая-то футболка на Марце света. Сейчас. Так. Очень трудно понять пока что. Ну, это, видимо, это защитники против вырубания лесов, там, все дела. Да. Ну, он же как-то сахарился. Не, ну, понятно, что это просто клевая футболка. Нет? Нет. Нет. Понятно, что это цитата из Форест Гампа. Но, но это каламбур, как бы. Там нарисован топор и убегающее дерево. Что, типа, Форест — это не имя, а, как бы, слово обзначив. Ну, санскрит сохранился благодаря отсутствию книг. Кстати, Коля, скажи мне, почему ООМ? Там имя такое свободное, какое за регали, так организацию и назвали. Там же либо ООМ, либо АОМ, как бы, насколько я понимаю, написание, написание этого слога. Мартис, я вам скинул, кстати, ну, я... Алексей, ты сейчас шутишь, что ли? Сейчас я еще... Ну, я вам скинул в личку, и сейчас еще скину, чтобы было видно, вот, коллеги. Сейчас. Это цитата из Форестагрампа, вот и все. А я скину еще тоже в скайпе, да, вот. Ну, понятно, да. Но это, это цитата из моего любимого фильма. Вот, короче, вот эти вот, Чурисутра, и вот то, как там они изразились, вот. Видите? Чуть-чуть творят. То есть, короче, то есть, видимо, пролегаторы, короче, видимо, они просто пробили полностью. А зачем они... А вот, в самом деле, да, вот, зачем они, если можно поставить Е-раму? Ну да, нахер, это готов. Это, конечно, шутка, конечно, я просто... Очень современный вариант, по-моему. Да, да, такой современный. Это, кстати, может быть, я еще подобрал не очень удачный вариант, потому что в одном месте количество дверан просто заскаливает. Нихера. Ну, тут, да, тут как бы все слоги полные практически. А вот как они ДД записали, мне интересно. Вы свои странички выложите, а я вас перепрошу. Блин, где тут этот кусок-то? Ну, конечно, если поискать, я где-то прям... А, ДСВРАМ и ДХА. Ну да, здесь нет лигатур. Не, ну, у этого варианта хватит, или поискать что-нибудь... Есть-есть там такие места. Я тоже радовался. Блин, как хорошо не знать санскрит. Читаешь йога с утра, там, с комментариями Айнгара, думаешь, о, нихера я крутой, тут санскритские буквы, там, тексты, Айнгар. А я тут, конечно, такое место, где очень много мира, где их... Да, такая фухлевенция. Чтобы лебило в глазах. Еще есть хатх-йога Прадипик, по-моему, вот эта красная. У тебя нету? Сейчас я посмотрю, просто я ее читал давненько, сейчас гляну. Там тоже самое, вот прям, один в один. Те же, те же ребята работают. Если увидишь, да, было бы хорошо, вот вообще, чтобы было, ну, так, чтобы блевать хотелось. Я, честно говоря, был тучу мнения о хатх-йоге Прадипике в последний редакция. Короче, вот это, короче, сейчас я сам себя не вижу, сейчас, да, вижу. Это, короче, вот последняя редакция, то есть это вот прям вышло буквально в 15-м году, что ли. Чего у нас с Легатой уже? В 13-м. Но тут та же самая ерунда. Фух, слава богу, я думал. Срамы все стоят везде, где не попали. Я подорвал мою веру в то, что люди не меняются. Я ты не подорвал. А по поводу в индизайне, блин, ну, там же на вычетку-то это кому-то надо давать. Постарались. Ну, нет, ну, понятно, что... На самом деле, Алексей, я даже знаю, откуда у них это возникло. Если они верстали эту книгу в индизайне, если там не поставить галочку в одном месте, то так и получилось. Какую из... Ну, там, наверное, было условие, что человек хоть что-то должен понимать там в санскрите. Вот, кстати говоря, вот... Ну, понятно. Короче, вот, к чести вот этой книжки, но это... Тут это просто, ну, тоже считается, это, типа, одна из базовых йоги. Они здесь, в принципе, вообще его не стали санскрите. Современные книги уже не почитывают. Это даже лучше. Слушай, а эта книжка после вышла, чем про Димика? Алексей, вот я... А может, я думаю, это было вызвано... Ты не представляешь, сколько... Я обошел 40 человек, когда еще жил в Москве. Надо посмотреть... Чтобы кто-то взялся вычитать мою книгу. Нет, ну, они в одном году, и одно и то же издать. Которая сейчас под номером 6 будет, Бюллера. Ты думаешь, кто-нибудь согласился? А в другом они вообще его убрали. Вот. И мне стало интересно. Да. Вот, я открыл эту Вайшнавскую... О, да-да-да, Бахагавадгита, ну-ка, ну-ка. И там, в честь Вайшнавской, именно Вайшнавской, все лигатуры есть. Ну, если бы они тут накосячили, была бы такая жопа, как бы, ну... То есть, получается, что единственная книжка, где я их нашел, лигатуры, это вот Вайшнавская Бахагавадгита. Хорошо. Так что, в итоге никто не вычитывал, как бы, вообще? Она уже, как бы, сдана. Вычитать Бюллера. Чего с чем? Охренеть. Так. Охренеть. Так. А, то есть, надо найти опечатки в опечатках. Конечно. А, есть по Диэстам? Сейчас сдаю ее. Кстати, вот если вы, опять же, хотите попасть в аналог истории, еще не поздно. Нет, не вычитывай. А время... 600 это, блин. Есть книга «Исходник». Издание 23-го года. И в ней есть 600 опечаток. То есть, остальные 100 с чем-то там не вошли просто? Мы составили список этих опечаток. То есть, они остались неисправленными. Эх, да. Ну, это, конечно, сверхзадача на эти опечатки в опечатках. Задача минимум сверить, совпадает ли указанная нами строчка с той, где она на самом деле находится. Так это переиздание, то есть... Есть PDF и Word и все, что хочешь. А, то есть, это репринт. То есть, мы берем со всеми опечатками, а в конце как же список замеченных опечаток. В частности, вот, новое издание Бюллера. Не, ну, реально, когда я понял, что опечаток 600, я понял, что список опечаток заменил 32 страницы. Все. И тогда я был вынужден оставить лишь 250. Чтобы можно было этим заняться. Просто книга толщиной 150 страниц, в которой опечатки занимают 32 страницы, выглядит прикольно. Репринт. Ну, да. Я правильно понял, что просто... Ну, типа того, на самом деле, я хотел справить в фотошопе все, что я заметил. Когда я понял, что их 600, у меня фотошоп записал. Ну, видимо, кто вот эти вот ребята, которые делали вот в этих вот книжках, где веран это кривые. То есть, там просто, скорее всего, есть некий такой конверт, да? А, до 55, да? То есть, после 55, он уже поддерживает триггатура, да? То есть, если вот... Остается... А, то есть, получается, они дизайнеры, они предлагают... Мало того, что... Блин. Какие говорили... Я себе, конечно, этот продукт представляю. То есть, какие-то люди, да, набирают что-то, потом смотрят такие... А, ну, похоже на санскрит. Слушай, тут, правда, галочка какая-то есть, лигатура, что-то что-то такое, лигатура. Они так потыкали туда-сюда. Ну, слушай, ну как красивее. Вот давай вот так оставим, как бы. Вроде как палочек больше, да? Палочек больше, да. Тексты же больше получаются без лигатуры. Нахер, думаю, тут переносы какие-то. Давайте вот так оставим, как бы. Ну, Индизайна 5.5. Нормально. Он, в принципе, не умел работать с Дианагарей. Слава богу, Айенгар не видел это издание. Он бы раньше умер. Если правильно поставить галочку, он бы ввести. Я сейчас читаю, смотрю, они даже... То есть, вот, я даже не могу понять, по какому принципу они сшивали слова. То есть, видимо, они правила... Ты знаешь, что слово сшивали происходит от слова шива? Да. Конечно. Ну, он сшил, наверное. Нет? Не, я сейчас от балды сказал. Ну, вот так, короче. То есть, смотрите, вот, по самом деле, вот, сейчас не буду приводить конкретные примеры. Короче, вот в этой книжке, опять же, да, они даже... Вообще, от балды даже делали сшивку слов. Причем, то есть, у них в одних местах сделано правильно, в других местах, где заканчиваются нагласные, они все равно сшивают. Ну, смотри, опять же, опять же, возвращаясь в издательство. Просто делали вот так вот. А вот как будет красивее? Вот так вот сшить? Да, 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 да. Слушай, ну, не бывает же текстов без пробелов. Давай добавим, что-то тут мало. А у Шинка поисканьте мало, Меликси. Тут пять букв. Сюда вот, тут с глаз не начнется. Нормально, то есть, веселый. На самом деле, да, есть такая одна мысль. А это же Эксмо, да? Нет, это не Эксмо. А я тебе говорю, нет. Что за издательство? Не, ну, Татаврия Ингара, это, так, 2014 Москва, АНФ какой-то, не знаю. А, тоже не знаю. АНФ. Не, причем даже, как вроде, Центр Йоги Айнгара, типа, что-то такое. Ну, да, да, да. Непогрешимые ребята. Чтят яму-не яму. Вообще-то, это нарушение сати, насколько я понимаю, правдивости. То есть, как бы, полную лажу издавать. Слушайте, а это, случайно, не тот, про который вы говорили? Там вот был некий Фоминок, это нет? Не-не-не, Фомин, это про биорезонансные. Режим называется, как въебница. Фоминка? А, Фоминка, это не тот. О, черт. Не-не, я просто представил, что компьютерная верстка, это вот у них Фоминок. Может, это может кто-то и... Я понял. Ну, кроме тех, кто знает санскрит, как-то. Ну, Ефимовский как-то научился. Ну, понятно, но вот у него новый санскритско-русский словарь на санскрите написано в одно слово. То есть, как бы, и без вирам. А, потому что ты, Николай, говоришь, это... Да, и то есть, тут вроде как даже легатурь правильная. Фоминский, или как его там... Фоминка, вот. Карта, там, карта. Фоминка, это математика. Давайте я сделаю так, в качестве примера, чтобы там не было всяких значков, там, где У. Вот есть, допустим, где... Ну, есть строчка, где есть вот снизу чисто 6 вирамов. Знаешь, Николай, нету инструкции, как вы же такими-то санскритами. Нету. Никто же не знает. Но это сложно, это сложно. Нет, даже кто знает санскрит, он ни хера не знает, что-то, о чем дело. Я... Нет, он работал с базой данных. Нет, ну, конечно, письмо-то он не знал, конечно. Нет, нет, правильно, правильно, в этом плане там ошибка. Но, звучит тут опично, насколько я вот сейчас вижу. Прям сотню набрать. Ну, порядок другой. Давай, да-да-да-да. Вот 10, 10 верю, 100 нет. Просто, чтобы не было правильной теогритики. Тут еще и ошибки, тут еще и явные ошибки в этом. Во-во-во, еще лучше как бы. Переведи, пожалуйста. Чем больше трэша, тем лучше. Вот, допустим, если даже взять их вот такую вот кривую, ну, вот, тиванагаря, допустим, там есть слово, которое заканчивается на... Моя мечта в лет 10 лет, это собрать где-то 100 разных людей и потихоньку исправлять опечатки. Тшинах, то есть, Шани и Тшинах у них. То есть, тут тут еще и ошибки такие. В разные этапы у меня с разным успехом это получается. Ну, максимум было 10, но... Ну, для этих изданий. Да, да, да. То есть, это же не академическое издание для людей, которые реально такие... О, давай, как мы сейчас будем изучать новый перевод с Ахирашем Йога Сутр. Нет, это... Вот, я вам сейчас вот это прям сфотографирую. Вот, вы сейчас посмотрите. Кстати, по поводу 10 или 100, вот когда я наткнулся на пост с критикой предисловия Ефимовского, так любопытно мне было. Я прочитал прям целиком, хотя я понял, что какую мысль хочет донести автор поста. Там это сразу понятно. А потом начал тоже, любопытно мне было, читать комменты. И тут я вижу вашу аватарку, и тут я понял, что мир санскрита, он просто маленький. Красивая картинка. На пальцах одной руки там вот все дети. Как узор. Как узор. Как узор. Отдела знаний. То есть, он просто тесно там. Тесно в этом мире. То есть, там никого нет. Там нет людей. Ну да, да, да. Кому что интересно. Там Андрей из Калининграда. По-моему, Андрей, да. Издает эти там. Дэви Бхагавата Пурана там. Не, я у него спросил, может присылать, как бы. То есть, я смотрю, там опечатки есть в его книгах. Может присылать. Он говорит, да, да, конечно присылает. Вот я скинул. А-а-а. Вот я сейчас скинул, смотрите. Видите там, вот там, где пивикан. Каждый за себя борется. А у них получается. Ва-ви-ка, на-миг. То есть, вообще, вообще полный пиво. Вот, смотрите, у них получается интересное. Ну да. Вот предложил мне Андрей испугаться. Сейчас он скажет, да, на-фига. То есть, смотрите, а еще самое интересное, вот там, где у них во втором слове, где у них вот ми, да, и еще и вирама. И как это сказать? А-а-а, да-да-да, кстати. Вот это вообще. Нет, я имею в виду чужие опечатки, не свои, а чужие. То есть, получается, что вирама, она уже как бы отменяет и, да? То есть, вот это вообще такая вот конструкция, которая, ну... Ну да, прикольно получается. Мне кажется, если создавать группу про херовые издания санскрита, вот это вот ми с вирамой, и оно, можно его на логотип поставить. Точно, точно, точно. Просто или футболки начать печатать вот с таким ми. То есть, то есть, то есть, они не просто взяли из интернета хорошие деванагари и испоганили его. Они ногами набирали еще это. Ну, это ж не со злым умыслом, как бы. А тут, мне кажется, уже со злым. Почему? А, ну... То есть, возможно, в этой, как ее... Как называют... А, рукопись. В рукописи этого ничего не было, просто набирали через жопу. Ну, да. Санскрит не нужен дяде Вову. Как в одном фильме говорилось. Да-да-да, я, по-моему, тоже взглядом вот в это попадал. Учебник второго года по санскриту 600 опечаток. Красотища, короче. Кай... Ва... Нет. Тут такие же идиоты, как и тут. Я... Ну, вот, например, они почему-то сшили, видишь, в кайвале и... Абхарам. Ну, да, да. Основной метод издания санскритских книг – это через жопу. А... А... Ну... Не совсем. Сложные слова, в смысле... Ну, которые с... Санскрит. Санскрит. Да. Так. Они в транслитерации пишутся через дефис. А-а-а-а. Угу. Для начала, если уже... Если уже в транслитерации даже... А, кстати, на слово «читам» обратите внимание, последнее слово. Даже не «читам» ни «крина». Там опять это буква. То есть там, получается, написано «ча». Ну, «ча» – нечитаемое сочетание. И там, и там. Иначе, получается... Нет, там «виран», «вирама», «вирама», «пактий». Все слова по отдельности. Понятно, да? Ну, это... Понятно? Понятно, что я сказал? Да, там нет гласных. То есть там гласные и нет гласных одновременно. Слова – это те, которые в Деванагаре записаны с сандхами вместе. Да, да. То есть мы это опускаем. Это пробел на санскрите. Я понял. В санскрите есть пробел. Ну, когда есть возможность разделить, да, по-хорошему. В смысле для... В издании, для ЦП детей. То есть эти слоги можно выбрасывать просто. Нормально. Собственно, каковыми является данное издание. Что-то знакомое у вас, возможно, в группе было. А, вы... Вы, кажется... Ну, я, в общем, да. Я... Чатчик там. Вы, кажется, показывали. А, я, 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 я. Там написано, чатчик там. За что так? Ну, я вижу. За что? Но все равно... Это получается... Ну, «верама» же глушит... А, ну, «верама» глушит... А, ну, правильно. Это, поэтому, получается, чат, чат там. Да, мы тоже пойдем спать. Ну, и я сейчас все выводу тогда. Ну, да, получается, близко к их читам. Я же вам не показывал, как... Да, 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 вот это будет правильно. Это будет правильно написано слово. А там, боюсь, столько нет. А, кстати, длину гласных они тоже, как бы, игнорировали. То есть, у них в транслитерации... Та-да... Ну, что, я думаю, путь вам показан. Будут вопросы, спрашивайте. Ну, это-то эти верстали, какие-то атеисты. Чего и вам желаю. Поэтому им можно. Ну, ладно, все, короче. Всем спокойной ночи. Да, выложи, настенька, я перепрошу тогда.